Давайте будем, не знаю, пропускать большие отсеки, потому что здесь их, наверное, очень много. Давайте так, не знаю, прочитаем по отрывкам, я думаю, потому что Джоанзе очень большой текст. Мы его, наверное, будем читать вот так вот, прям вот-вот, вообще несколько недель, наверное, если будем читать полностью. Давайте найдем какие-нибудь интересные моменты, которые могут нам понравиться, которые очень интересны. А, да-да-да-да-да, сидел, большое знание. Не знаю, давайте, во-первых, начнем с интересного пункта про дерево. Дерево или дуб, я не помню, дерево. Дерево. Так, сейчас. Другой век. Так, Лао Цзи, он проще, мы бы его полностью успели прочитать, да, сейчас, давайте посмотрим, что. Мы не полностью будем читать, Джоанзе интереснее сам по себе, но Лао Цзи проще прочитать. Бесполезен, бесполезен. А, вот. Так. Господи, видите какие большие пассажи? Или нет, или это не за пассажей? Это и за глав, наверное. Когда плотник Ши вернулся домой, священный дуб явился ему во сне и сказал... Так, я давно стремлюсь к тому, чтобы стать совсем бесполезным. Да, это оно вроде. Когда плотник Ши вернулся домой, священный дуб явился ему во сне и сказал... С чем ты хочешь сравнить меня? С каким-нибудь изящным, изящными, годными для обработки деревьями? Или с деревьями, приносящими плоды? Как вишня, груша или мандариновое дерево. Когда плоды на них созревают, их безжалостно обдирают, ломая ветви, обрывая маленькие побеги. Деревья эти терпят урон из-за своих способностей и умирают, не исчерпав своего жизненного срока, уготованного им природой. Они страдают из-за пошлых мирских нужд. И такое случается с каждой вещью, которая полезна для людей. Я же давно стремлюсь к тому, чтобы стать бесполезным. И сейчас на склоне лет добился своего. Моя бесполезность для других очень полезна для меня самого. Ну, а если бы я оказался полезным для других, разве смог бы я вырасти таким огромным? Такова участь всех вещей в этом мире. Какая глупость думать, что вещи относятся друг к другу. Разве станет никому ненужный человек, который вот-вот умрет, интересоваться никому ненужным деревом? Вот, например, давайте разберем вот этот пассаж. Очень интересный пассаж ввиду того, что дерево хочет быть бесполезным. Почему и как это соотносится непосредственно с даусизмом? Напоминаю, что в даусизме превалирует концепция недеяния. То есть, сейчас как это называется? Увэй получается, увэй, недеяние. Но недеяние, это глубоко, Кент, это на самом деле глубоко. Это притча, это притча о глубокой философской мысли, которая повествует о том, как надо себя вести. Что надо быть бесполезным для людей, чтобы они тебя не ломали, не портили. Здесь совмещаются две важные концепции непосредственно даусизма. С одной стороны, это недеяние, то есть, отказ от действия, отказ от того, чтобы быть кому-то полезным. То есть, плыть по течению, по сути, это называется. Двигаться совместно с путем, с природой. То есть, двигаться так, как дау. Вот эта штука называется Д. Двигаться и быть естественным. Быть естественным в своих пожеланиях, не пытаться быть полезным и так далее, и так далее, и так далее. А с другой стороны, здесь мы видим долголетие. Долголетие одна из важных черт, которые важны для даусизма. Даосы даже пытались создать свою даосскую алхимию известную, знаете, благодаря чему? Благодаря вот этому тезису о долголетии, стремлении к долголетию, сделать свою жизнь как можно более продолжительной. А лучше даже стать бессмертным. Именно у даосов есть такие тенденции. Вообще, далеко не у всех представителей разных философских школ есть тенденция к продлению своей жизни. Далеко не у всех. У даосов она есть. И для того, чтобы продлить свою жизнь, нужно стать бесполезным. Как дерево. Дерево, которое, в общем-то, большое, такое бесполезное. Его не срубить, с ним ничего не сделать, его никак не обработать. На нем много сучьев, у него там, не знаю, дупло какое-нибудь посередине. Из него нельзя построить корабль, с него нельзя собрать плоды. И поэтому это дерево является, ну, оно будет долгоживущим, как бы. Оно проживет для себя дольше, чем остальные деревья. Полезные деревья, их срубят, все оборвут, там, не знаю, все разломают. А это дерево будет стоять дальше. Оно будет вековым, оно будет стоять невероятно долго. Поэтому это дерево, ну, оно проживет как можно дольше. У нас получилось, что здесь два таких мощных концепта сошлись в одной притче. Поэтому я ее, кстати, и выбрал, и она мне напоминается. А у кого еще есть? Ну, у христиан, например, нет. Долголетие в христианстве, в принципе, ну, без разницы, безразлично. Есть оно или нет. Ну, то есть, вы умрете, вы попадете в итоге в район. То есть, сколько, как долго вы живете, ну, не особо важно. Это не самый первый вопрос. А последнее предложение можно разъяснить? Разве станет никому ненужный человек, который вот-вот умрет, интересоваться никому ненужным деревом? Ну, то есть, ши, видимо, плотник, который вот-вот умрет. Проснувшись, плотник ши рассказал про свой сон ученику. Если это дерево хочет быть бесполезным, почему оно растет у алтаря? Ну, здесь, понимаете, здесь целая полноценная история. Да, под аосом нужно быть бесполезным. И это доказывается таким образом. Вообще, вот такие притчи, вот посмотрите вообще на стиль аргументации. По сути, все это аналогия. Если вы будете подходить к этому с нашей стандартной позиции, с позиции европейца. Ну, русские суть европейца в доказательствах и впрочем. Ну, то есть, представители такой западной цивилизации европейской. Для нас это просто одна большая аналогия. Есть дерево. Дерево бесполезно, оно протянет как можно дольше. Если оно не приносит плодов, если его нельзя срубить, если с ним все хорошо, с ним ничего не будет. И то же самое можно применить к человеку. Да, аналогия не аргумент, как сказал Марго. Но нам плевать на Марго, потому что перед нами произведение восточной философии. Очень мощное, очень сильное. В котором, ну, очень много различных отсылок и очень много различных смыслов. И мы с ним будем работать. Давайте теперь перейдем, не знаю, пролистаем вот это вот немножко до конца. Молчит. Я думаю, за 2000 мы будем до конца, в общем-то, стрима разбирать Джонзы. То есть, вполне допустимо. Заказывайте видео, пожалуйста, на завтра. В герметизме, нет, не шарю, к сожалению. Вот в Джонзы я читал много. Что здесь еще можно найти? Подвороскочные кроны, что это за дерево, да-да-да. Кстати, давайте еще кое-что вспомним, друзья. Был такой мыслитель Янзы. Смотрите, у нас вообще череда древних таких китайских даосов. Знаете, какая? Первые это Янзы, потом Лаудзы и потом Джуанзы. Они вот в порядке, в общем-то, своего возникновения так и идут. Янзы известен тем, что он считал... Он как раз принцип долголетия, вот и проповедовал больше всех. То есть, он бы не пожертвовал даже волосок со своей ноги за покой во всей Поднебесной. То есть, он не то чтобы жизнью своей не пожертвовал за то, чтобы в Поднебесной было все хорошо, прекратились войны, было замечательно, мир везде бы. Он бы даже один волосок из своей ноги бы не выдрал, друзья. Представляете, вот такой вот он был. Мудрец, интересный. Он жил в горах, он обособился от всех. Говорят, еще летал на облаках, но это не точно. И вот, вот, вот нога, нога и на ней волосок. Яшадов ее даже на стриме волосок себе выдернул и плевать. А он бы не пожертвовал ради Поднебесной. Вот такой вот был мыслитель. Его считают предшественником доосизма во многом. И здесь вот тоже, видите, этот мотив, связанный с долголетием, во-первых, с тем, что вот, ну, не нужно ничем жертвовать, быть в потоке и так далее, так далее, так далее. Все это тесно переплетается вместе. Такая уже традиция вырисовывается, очевидная. Что здесь еще есть? Знак полноты свойств. Так, 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 видите, про Конфуция еще много, как ни странно. Так, сейчас, давайте найдем что-то более содержательное, потому что содержательные вещи разбирать куда проще. Здесь очень много историй, читать все это, ну, очень трудно. Хаос. Хаос. Здесь есть про хаос? Про хаос есть. Тоже в самом начале. Так. Сейчас, давайте найду что-нибудь. Как Сон Гоку, да, Сон Гоку один из тех персонажей, которые летали на облаке. И Сон Гоку, то есть, король обезьян, как я понимаю, из путешествия на запад, он, ну, это более поздний, в общем-то, текст. Сун Цзю читал, Сун Цзю норм. Просто вы не шарите, вы просто пока не разбираетесь в том, как это все работает. Так. Женщина ответила. Я восприняла это от сына писца, сын писца воспринял это от внука чтеца, да-да-да-да-да-да-да-да. Труженик перенял это от сладкоголоса, от сладкоголоса перенял это от глубочайшего мрака. Глубочайший мрак воспринял это от хаоса, а хаос перенял это от безначального. Безначальное это, видимо, дао. Хаос, не знаю, спонтанность какая-то. Мы читаем Джуанзе, друзья. Смотрим Джуанзе, что тут у нас есть. И там я кое-что другое про хаос хотел найти, на самом деле. Но будем смотреть. О, безначальное решили найти мне. Ух ты, как смешно. Великая чистота спросила в этих словах у безначального. Кто же прав? Ого. А давайте начнем вот это вот. Блин, он слово пути перевел. Малявин, серьезно? Серьез ли? Бля, вот это плохо. Сейчас будет путаница, ну ладно. Путь это Дао. С большой буквы, тем более. Путь это Дао. Вот так рассуждает о пути. А, вот давайте стих прочитаем. Смотришь на него, не имеет он формы. Слушаешь его, не издает он звуков. В учениях, суждениях земных мудрецов, Зовется он тайной из тайн. Это про Дао. Вот так рассуждают о пути. Но это не есть сам путь. Великая Чистота спросила бесконечность. Вы знаете путь? Нет, не знаю, ответила бесконечность. Потом Великая Чистота задала тот же вопрос Недеянию. И Недеяние сказала, я знаю путь. Если у Недеяния это Д, Недеяние это Д, видимо. Или у В, я здесь не знаю, что он перевел. Это может быть и Д, и у В просто. Бля, бля, ладно. Это плохой перевод, наверное, все-таки. Потому что он все-все слова перевел. Чисто для обывателя. Ну да ладно. Если у твоего знания число спросила Великая Чистота. Да, есть. И что же это за число? Мое знание пути может возвысить и может унизить. Может связать и может разделить. Вот как можно считать благодаря моему знанию. Великая Чистота спросила об этих словах у Безначального. Кто же прав? Бесконечность, которая не знала. Или Недеяние, которое знала. Незнание глубоко. Знание поверхностно. Заметьте. Кстати, во многом поэтому мне и нравится Джуанзе. В нем есть некий скептический аспект. Незнание глубоко. Знание поверхностно. Это внутреннее. А знать это... Не знать это внутреннее, а знать это внешнее. Тут Великая Чистота вдохнула и сказала. Значит, мы знаем благодаря незнанию. А не знаем из-за знания. Кто же знает знания, которые не знают? Понимаете, тут какая интересная игра слов тоже происходит. Опять же, это восходит к доказать доказательства, например. Дао можно отождествить с Дхармой. Технически можно. И отождествление в китайской философии происходило. Если науки возникли благодаря философам Древней Греции, то как, например, древние египтяне, пишет, спрашивает Игорь у нас. Египтяне и жители Месопотами строили свои сооружения. Разве для этого науки не нужны? Нет, для этого практика нужна. То есть, все очень просто. Для того, чтобы что-то сделать, нужно заниматься практикой. Для того, чтобы создать какую-то научную теорию, нужно заниматься созданием научных теорий. Да, для того, чтобы создать, вот правильно Кетто писал, для того, чтобы создать какие-то сложные сооружения, нужны руки. То есть, нужно что-то делать. Мир работает, наука его изучает. Вот в чем противорее разница между ними. И чем больше вы работаете вместе с миром, тем больше вы достигаете, создаете различных сооружений, технических устройств и всего прочего. Наука не есть практика. Вот в чем дело. Люди обычно путают. О, типа, нихера, компьютеры с помощью науки были созданы. Значит, наука есть практика. Но это неправильное понимание просто. Вот этой вот разницы большой, интересной. Продолжаем читать. Путь не слышим. А если мы что-то слышим, значит, это не путь, ответила безначальная. Путь не зрим. А если мы что-то видим, значит, это не путь. О пути нельзя ничего сказать. А если о нем что-то говорят, значит, это не путь. Кто постиг бесформенное, которое дает формы формам? Напоминаю, у Платона как было. У него, в общем-то, формы, точнее, идеи, они уже существуют. Как бы это и есть то, что дает формы. Ее растет, а формы это прежде всего. Кто постиг бесформенное? Кто дает формы формам? Безначально это то, у чего нет начала. Вероятно, это тоже отсылка к Дао. Это все Джуанзы. Здесь очень мистические формы. Потом безначально просто вряд ли будет где-то появляться. Тот, кто знает путь... Так. Тот знает путь, что пути нельзя... Тот знает... Да, сейчас. Кто постиг бесформенное, которое дает формы формам, тот знает, что пути нельзя дать имя. То есть, еще у Влао Цзы мы встречаем такой пункт, что Дао безымянное. И здесь мы сталкиваемся с тем же. Ему нельзя дать имя. Но мы называем это безымянное Дао. Вот. И еще безначальное сказало, отвечая на вопрос о пути, значит не знать путь. А спрашивающий о пути никогда не слышал о нем. О пути нечего спрашивать. А спросишь о нем, не получишь ответа. Вопрошать о недоступном вопрошанию, значит спрашивать впустую. А отвечать там, где не может быть ответа, значит потерять внутреннее. Тот, кто утратил внутреннее и спрашивает впустую, вокруг себя не видит вселенной. А внутри... Вселенная, видимо, всей совокупности вещей здесь имеется в виду. А внутри себя не замечает великое начало. Поэтому он никогда не поднимется выше гор Кунь-Лунь и сможет странствовать великой пустоте. Свет спросил у отсутствия. Здесь, понимаете, здесь разговаривают какие-то сущности странные. А отсутствие. Ты есть или тебя нет? Отсутствие не ответило. Свет вгляделся пристально в его облик. Такой темный, такой пустой. Целый день смотри на него и не увидишь. Слушай его и не услышишь. Хватай его и не поймаешь. Опять же, отсутствие, скорее всего, отсылка к Дао. Здесь разные ипостаси, какие стороны Дао рассматриваются. Всего доброго, Кент. Зря уходите, у нас сейчас интересный контент, потому что Джуанзе это топовый текст. Сейчас мы будем сейчас строить самые интересные моменты. Вот интересный момент. Нет, это действительно очень интересный, во-первых, подход. О, гимнасофист на два стрима, предатель. Прелюбодеяние совершает. Так вот. Здесь, в общем-то, много противоречий. Вообще, философия, например, дзен-буддизма, который строится на противоречиях, о том, что, например, ну невозможно хлопок в одной ладони ладонью. Ну, вообще-то, это возможно. Ну, да ладно, это те люди, у которых длинные пальцы, они могут хлопать одной ладонью. Но, вообще-то, типа, парадокс. То есть, непосредственно в дзен-буддизме имеется тоже куча парадоксов. Дзен-буддизм взял свою парадоксальную философию, так скажем, непосредственно из давасизма. Что тоже, кстати, интересный такой подход. То есть, опять же, кто такой это? Да и цитаты волка, цитаты волка. На этих цитатах волка строятся некоторые китайские религии. Мне индийская и китайская философия неинтересны. Очень жаль, потому что это реальная альтернатива европейской. Ну, то есть, это еще гигантские, это просто громадные массивы, так скажем, исследований, либо психологических, либо бытийных, либо каких-то там еще, которые развивались не по тому же самому сюжету, что европейская культура, европейская философия. Это, наоборот, то, что желательно знать, то, чем желательно знакомиться, как ни странно. Если вы хотите более широкое мировоззрение, чем Убермаргинала, например, не в обиду ему сказано, конечно, но вот так вот. Очень рекомендую прочитать Жуан-Зы как-то уединиться. Нихера не поймете, но это клево. Можно ли знать, существует ли что-нибудь прежде неба и земли? Для китайцев очень специфичное разделение на небо и землю. И Поднебесная, Китай, Поднебесная, вот-вот, тоже вот такой акцент, они небо очень сильно любят. Можно, ответил Камфуций причем. Прежде было то же, что и сейчас. Жуан-Зы, Жуан-Зю не нашелся, не нашелся, что спросить еще и ушел. На другой день он снова подошел к учителю и спросил, «Привет, Тантал, мы читаем Жуан-Зы. Вчера я спросил, можно ли знать, что существует прежде небо и земли? Вы, учитель, ответили, что прежде было то же, что и сейчас. Позвольте спросить, почему вчера мне этот ответ был ясен, а сегодня нет?» Мы не уверены вообще, что Лао-Зы написал Дао-Дэ-Дзин, как бы, но нет. Нет-нет, Дао-Дэ-Дзин считается его каноническим текстом. Ну, здесь пока скучновато, здесь много скучных таких моментов, давайте посмотрим дальше. Иногда мне кажется, что китайскую культуру умом не понять. Уважаемый, понимаете, в чем дело? Какой вопрос задается здесь? О Дао, о безначальном. О том, что лежит в начале всех начал. Это тоже, о чем приблизительно рассуждал Аристотель, но в другом духе. Это вопрос метафизический, за пределом физики. Что находится за пределом наблюдаемого? Что находится за пределами слышимого? Что находится за пределами наших восприятий? Как это познать? Как это понять? Как это осмыслить? В чем мы находим осмысление и понимание этого? А в чем не находим? Здесь это все проясняется своим способом. Доказатель здесь, конечно же, минимум. И такой текст, такой способ мышления, в принципе, наверное, не предназначен для доказательств. Какой перевод лучше, у Позднеева или у Малявина? Наверное, у Позднеева. Потому что Малявина мы сейчас считаем, у него тупо переведены основные термины. Мне такой не нравится. Давайте найдем другой перевод Джоанзе, на самом деле. Этот перевод я не читал до этого. Честно вам скажу. Поэтому давайте автора Позднеева возьмем. Потому что перевод конкретно ключевых терминов, наоборот, затрудняет для меня понимание. Давайте скачать или не скачать. Прочитать. Прочитать хотим. Мудрая книга. Ух ты, бля. Мудрая книга. Читать. Покажи нам книжечку, пожалуйста, хорошую. Вот. Что-то вот похожее. Главное для долголетия. О равенстве вещей среди людей. Знак полноты свойств. Основной учитель. Достойный быть. Давайте странствия беспредельным. Видно вам? Нет, вам нихера не видно из этого. Блин, я не могу сделать нормально. Да, Тантал. Тантал. Тема Усин. Ну, не то чтобы прекрасно. Там, наоборот, переворота вообще в другую сторону. И нет именно в этом аспекте. Но нередко такое встречается. Да, господи. Давайте позднее его. Мы хотим ее... Хотим ее почитать. Пожалуйста. Блин, да ладно. Все. Продолжаем читать вот этого замечательного человека. Гэнчу. Шучок. Какие разделы? Давайте смотреть дальше. Сюнюгуй. Так, разделов здесь не перечислено, да? Беззаботное скитание с маленьким знанием. Блин, здесь все слито. Я просто читал тексты, где все вот эти аспекты были по-разному. Вот этих коней. По мелководию большие корабли не пройдут. Ну, здесь, понимаете, здесь много таких моментов, которые прям вот похоже напоминают нам литературу. Но я хочу сущность сейчас выцепить, чтобы мы за оставшееся время, за еще два с половиной часа, поняли, что это вообще такое. Зачем это нужно? До этого надо диалоги. Так, сейчас. Хой Цзы сказал, Джуан Цзы. Правитель Вэй подарил мне семена большой тыквы. Я посажу. Хой Цзы это мыслители школы легистов, кстати. Они были с Джуан Цзы друзьями, и они общались. У меня выросла тыква под весом в пуд. Если налить в нее воду, она треснет под собственной тяжестью. А если разрубить ее и сделать из нее чан, то мне его даже поставить будет некогда. Выходит, тыфа моя слишком велика. И нет от нее никакого проку. Джуан Цзы сказал, да ты, я вижу, не знаешь, как обращаться с великим. То есть, смотрите. Опять же, способ доказательства. Показываем. Как непосредственно китайцы пытались что-то доказывать. Вот чувак ему рассказывает. Привет, братан. У меня громадная тыква есть. Просто не знаю, что я с этой тыквой делать как бы. Джуан Цзы отвечает, да ты, я вижу, не знаешь, как обращаться с великим. Опять же, что-то вроде аналогии. Один человек из Сун, опять же, аналогия идет. Знал секрет приготовления мази, от которой в холодной воде не трескаются руки. А знал он это потому, что в его семье из поколения в поколение занимались вымачиванием пряжи. Какой-то чрезвиземный купец прослышал про эту мазь и предложил тому человеку продать ее за сотню золотых. Сунец собрал родню и так рассудил. Вот уже много поколений подряд мы умывачиваем пряжу. Ископили, да-да-да, купец. Получив мазь, поднес ее правителю царства У. Так как раз в земли У втурглись войска Уэ. То есть, понимаете, здесь вот такие моменты, много скучных таких моментов, которые считать довольно скучно. Вот, смотрите. Видеть, как выслеживает добычу дикая кошка. Она ползет, готовая каждый миг броситься направо и налево, вверх и вниз, но вдруг попадает в ловушку и гибнет в селках. А вот як, огромен, как заволокшее небо туча, но при этом, при своих размерах, не может поймать даже мыши. Ты говоришь, что от твоего дерева пользы нет. Но так посади его в деревне, которой нет нигде. Возрузи его в пустыне беспредельного простора и гуляй вокруг него, не думая о делах, отдыхая под ним, предаваясь приятным мечтаниям. Там не срубит его топор и ничто не причинит ему урона. Когда не находят пользы, откуда взяться заботам? Спасибо, Владимир Орлов. Вот, смотрите, опять же, дерево, топор, не срубить его, опять же, становится бесполезным. В лучшем случае под ним можно отдохнуть. Топор его не срубит, потому что это очень большое дерево, очень крепкое. Оно великое. Потому что оно великое, оно бесполезное. То, что велико, то оказывается самым бесполезным. А то, что мало, низко, примитивно, то и оказывается практически значимым. По крайней мере, это актуальная мысль для непосредственно вот этой вот китайской школы, которую мы сейчас рассматриваем. Джуан Зибу нам показывает сейчас напрямую. Доказывает это, так скажем, на примерах. Давайте побольше текст сделаем, а то вы, наверное, не все видите. Вот, так будет лучше. Или не лучше? Пока не лучше, пока я все немножко испортил даже. Ща. Вот так вот. Друзья, не забывайте спрашивать, давайте беседовать, что вам непонятно, что понятно. Давайте как-нибудь поживее, потому что, ну... Потому что текст очень интересный. Так, дерево, дерево, горе, гробницы. Стих какой-то. Большое знание безмятежно и покойно. Малое знание ищет, к чему приложить себя. Опять же, практика. Смотрите, практика, практический аспект. Приложить себя, приложение, практичность. То есть, понимаете, философия даосов, она анти... Как бы это сказать? Она направлена против прогресса. Она не хочет быть на стороне прогресса. Она критикует этот самый прогресс. Великая речь неприметно тиха. Малая речь гремит над ухом. Когда мы спим, душа отправляется в странствие. Место философии в обществе по Аристотелю. Что это вопрос, не вопрос? А были ли какие-то... А, вот вопрос. А были ли какие-то дискуссии в китайской философии, споры между школами? Да. Ну, например, Джуанзе здесь приводит нам такую интересную пример его общения с Хуэй Ши. Хуэй Ши представитель школы легистов. Ну, условно говоря, школы... Ой, не легистов, а школы имен. Школы имен Миндзя. Хуэй Ши оперировал по преимуществу разными противоположными концепциями. Там, не знаю, парадоксы формулировал всевозможные. Например, парадокс о том, что центр Поднебесной находится в любой из ее точек. Вот, это интересно. Самое лучшее, самое бесполезное занятие. Да, вроде того. Потому что великое бесполезно. Быть великим, значит быть бесполезным. Ну, по крайней мере, для даосов это так. Малая речь гремит над ухом. Все, что громко, видите, оно оказывается, наоборот, плохим. Когда мы спим, душа отправляется в странствие. Пробудившись ото сна, мы открываемся миру. Всякая привязанность, буза и путы. Вот здесь, видите, ссылка, да, ну, не ссылка, вот это то, с чем смогут связаться еще и буддисты всякие впоследствии. Почему даосы и буддисты, в принципе, довольно позитивно относились друг к другу и эхом как бы отражали друг друга таким образом своими учениями. Как раз вот потому, что даосизм во многом, ну, есть похожие какие-то мысли. И сознание вечно бьется в тенетах. Одни в мыслях раскованы, другие проникновены, третьи тщательны. Малый страх делает нас осторожными, большой страх делает нас раскованными. Мысли устремляются вперед, как стрела, пущенная из лука. Так стараются люди определить, где истина, а где ложь. Мысли устремляются вперед, как стрела, пущенная из лука, так стараются люди определить действенно, где ложь. Понимаете, в чем дело? На самом деле Джоанзе здесь предсказывает во многом, ну, историю развития европейской философии, как ни странно. Есть определенная цель, достигнуть чего-то. Для этого берутся какие-то методы и так далее. Делаются какие-то, не знаю, попытки что-то познать, какую-то практику из этого извлечь. Сделать такое философское дерево, как это у Кортезия, где корни это метафизика, ствол это физика и там плоды еще есть такие прекрасные. А у китайцев, ну, по крайней мере, у китайцев, а у Джоанзе дерево обратное имеет структуру, то есть оно бесполезно, оно не имеет плодов. Чем оно бесплоднее, тем оно более величественное и тем оно лучше. И вот смотрите, словно связанные торжественной клятвой, так судят неуступчивые спорщики. Опять же, интересно, что в тексте Джоанзе проводится критика любых споров, любых бесед такого рода, где пытается выясниться истина. Все это бесполезно, неважно, кто победит в споре и так далее, так далее, так далее. Какой это век Джоанзе, если не ошибаюсь, четвертый до нашей эры, там, с половиной вроде бы. Но тут могу немножко ошибаться, это современник Аристотеля, плюс-минус век, наверное. Ну, как-то так, сейчас точно не скажу, давайте посмотрим, может быть третий. Джоанзе. Давайте точно узнаем, я по датам обычно плаваю. Может даже куда-нибудь в другую сторону упал. А, ну вот смотрите, 369 год до нашей эры и 263 тоже до нашей эры. Ну, вот, плюс-минус век. Увидает, судят спорщики, увядает, словно над поздней осенью, такова судьба истины, за которую держится упрямо. Остановилось движение, словно закупоренный сток, так дряхлеет все живое. И в час неминуемой смерти ничто не может снова вернуть нас к жизни. Дасизм, час до нашей эры возник само. Ну, там сложно с возникновением, кого читать основателем, Лао-дзе, Янзе или кого-то там еще, но трудно. Так, 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 ну здесь много лишнего, тут мы по это считать, в принципе, для себя прочитайте уже дома, друзья, сохраните вот этот вот Жуан за себе и почитайте как-нибудь. А лучше купите книжку. Да, ну потому что здесь очень длинный текст, мы его за два с половиной часа оставшихся не успеем прочитать полностью. Поэтому мы сейчас вычитываем какие-то основные моменты, и я объясняю их главное, что самое главное, я пытаюсь их объяснять. Хотя я не китаист далеко, ну то есть китайская философия не мой конек. Возможным называет то, что кажется возможным, а невозможным то, что кажется невозможным. Дорога появляется, когда ее протопчут люди. Калчер пишет, недеяние против деяния, живи тихо, аскетические основатели. Как по мне, в ряде аспектов даосизм перекликается с античности больше всего с эпикурейством. Да, это заказали, это заказали танталы, это хорошо, по-моему, прекрасно. Недеяние против деяния, живи тихо, аскетические. Ну, понимаете, в чем дело, даосы не то, чтобы даже не все аскеты. Насчет книжек, ты читаешь преимущественно в электронном виде или на бумаге. Преимущественно в электронном, но на бумаге тоже можно, почему бы и нет. Дорога проявляется, когда ее протопчут люди. Вещи становятся такими, какие они есть, когда им дают название. Каковы же они? Они такие, какие есть. Почему они не таковы? Они не таковы, потому что такими не являются. Каждая вещь изначально свойственна особое качество, и каждая вещь изначально имеет свои возможности. Нет вещи, которая была бы лишена присущих ей качеств и возможностей. Ну, меня не болят. Не, с кинизмом тоже мимо. Ну, кинники вообще не о том. Они, наоборот, действовали много. Посему, если кто-то произвольно противопоставляет прокаженного красавице, сише, былинку, столбу, благородство полностью, то пусть собирает все это воедино. И, то есть, опять же, стремление к единству. Ну, а в чем лучше всего разбирайтесь в своей философии и в кринже? В кринже, да, в кринже вообще. Их разделение – это их созидание. Их созидание – это их разрушение. Но все вещи, рождающиеся и погибающие, друг друга проницают и сходятся воедино. Ну, то есть, я вообще себя позиционирую как, ну, настоящего философа, а не как, в принципе, не знаю, специалиста в той или иной области. Я читал о многих вещах. Читал многие книги из разных культур – Китай, Индия. Исламскую философию читал некоторое время тоже. Европейскую философию знаком с этими вещами. Но ни в одной из вот этих вот областей специалистом я не являюсь, к сожалению. Ну, и мне это, в принципе, не нужно, никогда нужно не было. Философия воображения, может быть, потому что у меня кандидатская степень по этой теме. Антология воображения. Ну, тут тоже такое. Пытаться уразуметь единое и не знать, что все едино, но тут, опять же, все стремление к едино, называется «Три по утру». Что такое «Три по утру»? Жил-был один человек, содержавший в доме обезьян. И вот этот человек как-то сказал своим обезьянам. «Утром дам вам три меры желудей, а вечером четыре». Обезьяны рассердились, когда он сказал, тогда он сказал, ладно, я дам вам утром четыре меры, а вечером три. И все обезьяны обрадовались. Вот так человек по поведению обезьян узнал, как нужно действовать, и не поступаясь ни формой, ни существом дела. Нужно действовать, не поступаясь ни формой, ни существом дела. Какие есть толкователи Корана? Трудно сказать. Ну, поскольку Корана пытались объединить непосредственно с политикой, с юриспруденцией, с законами, толкователей было много с точки зрения как раз этих самых законов. Существует как минимум четыре школы толкований фикхов, или как там их факихов, существует непосредственно в сунизме, только в сунизме. И еще одна, если не ошибаюсь, может быть и больше, существует как минимум в сунизме. И вот, как минимум пять трактовок Корана существует с точки зрения юриспруденции закона. И это только одна точка зрения. Как бы еще есть калам. Калам по-разному трактует Коран. Это и ашаризм, это и просто калам, это и какие-то более поздние мутазилистские такие наработки. Ну, то есть, здесь, ребята, все сложно. Все крайне сложно. Плюс, наверное, каждое течение суфиев тоже может по-своему толковать Коран. Я уронил карандаш, простите. Зачем я его вообще держу? Ну, не важно. То есть, толкователей Корана очень много. Смотрите, не знаю, исламская философия и найдете очень много всего. Посему мудрый приводит к согласию утверждений и отрицания и пребывает в центре небесного круга. Это называется идти двумя путями сразу. Прикольно. Три поутру, это забавно. Ну, то есть, да, обезьяны, им просто поменяли немножко позиции. Местами они обрадовались тому, что вот им дадут утром четыре, не знаю, еды из желудей. Прикольно. Люди древности в своих знаниях достигли предела. Я не удивлен, Шан-Ян крутой. Шан-Ян крутой, да. Так. У него как раз, как ни странно, диалектика, если не ошибаюсь, Шан-Ян. Давайте гугланем еще раз, Шан-Ян. Это тот чувак, у которого диалектика и не Яна, или нет? Шан-Ян, китайский мыслитель. А-а-а! Это этот Шан. Окей, это Шан. У меня это основатель, основатель своего положенников, легизм. Окей, я перепутал. Ну, это легисты, это тупо политики, как бы. Ну, все. Это просто политики, друзья. Ничего удивительного с арматом тогда вообще нет. Очень-очень понятно. Это легисты, это легисты, да. Шан-Ян, Шень, Бухай. Непонятно, почему именно Шан-Ян, кстати. Сейчас, давайте вспомним. У него там просто, просто у разных легистов были основные принципы, единственные какие-то. И у последнего легиста, как там его зовут, у последнего большого такого легиста, Хань Фейдзи, что ли, его зовут? Хань, не помню. Давайте посмотрим. У Шан-Яна какой-то принцип один-единый. То ли закон, то ли не закон. На что у нас в основном положении теория? Ну, вполне в духе сармата. Вот. Законы. Основной принцип управления Шан-Яна это загоны. Нужно создать правильные законы. Ну, по сути, это, наверное, первый меритократ. Полодцы. Люди древности в своих знаниях достигли предела. Чего же они достигли, друзья? Спросите, да? Они знали, что изначально вещи не существуют. Вот предел, вот вся бездна смысла. И добавить к этому нечего. Те, кто шли, за ними считали, что вещи существуют, но нет границ между вещами. Те, кто шли потом, считали, что границы между вещами существуют, но никакая вещь не может быть этим или тем. Противопоставление этого и того, вот причина затемнения пути. То есть, разница, различия между этим и тем. Когда пути, что понимается под вещами? Карандаш, например. Тьма всех вещей, ком вещей будет где-нибудь там еще дальше упоминаться, наверное. Может быть, мы постигнем это, увидим. Любая вещь. Есть один путь и 10 тысяч вещей. Если что, никаких определений здесь не будет. Это китайская философия. Ребят. Если что, ребят, да. Сейчас, давайте. Легисты, это же про абсолютистскую цель в законах. Нет, Лочек. Законы превалируют как раз в учении Шаньяна. Просто там разные темы управления есть. Например, смотрите. Шаньян, он делает упор на законы. Законы. Есть еще один мыслитель, Шень Бухай. Например, Шень Бухай. Шень Бухай. Шень Бухай. Вот он. Основатель. Один основатель элегизма, философ. Да-да-да-да-да-да-да-да. Что же самое важное? Правитель должен быть самым одиноким человеком в мире. Так. Угрозы от сильных. Зависимо от министров. Так. Законы. Видимо, какой-то министерский аппарат он пытался вести. Шень Бухай полагал, что идеальный правитель должен оставаться отдаленным от своих чиновников. То есть, бюрократия должна быть определенной. Не столько законы, сколько бюрократии и подчиненные. Вообще, понятно, почему Ежи любит легистов. Потому что они предлагали, в принципе, то же, что и он, только очень давно. А, неплохо. Шу. Искусство управления. Вот. Шень Бухай считал, что определяющим аспект для правления это Шу. Искусство управления. То есть, искусство управления. Ну, понятно. Все. Окей. Вспомнил. Шень Бухай опирается на законы. Этот чувак опирается на искусство управления. Шень Бухай. И кто еще там был? Третий. Третий. Лигист. Ну, неважно. То есть, там было три основных принципа. Один вроде другой. Еще один вроде сила. Сейчас, простите. Сейчас, мы поправим как следует камеру и продолжим. Продолжаем. Когда пути нанесен ущерб, возникает любовная привязанность. Действительно ли в мире путь понес ущерб и возникла любовная привязанность или ничего этого не было? Когда Джан... Спасибо, Шадо Маргинал. Маргинат. Спасибо. Посмотрим это видео ближе к концу, я полагаю. О, боже мой. Что это? Это драки какие-то. Ух ты. Ладно. Нет, это имя Шэнь Бу Хай. Шэнь Бу Хай. Китайское имя. Слитно, правда, пишется Шэнь Бу Хай. Закрываем эту херню. Так. Когда Джао Вэйн играл на своей лютне, вот это было нанесение ущерба пути и возникновение любовной привязанности. Я читал, Шан Яна казнили по его же принципу. Может и Ежес выказнят. Джао Вэйн, играющий на лютне, мастер Куан, отбивающий такт посохом, и Хуэй Цзи, опирающийся на столик. Каким познанием обладают эти трое? Знание каждого из них было совершенным, а потому предания о них дошли до наших дней. Но каждый из них в своих пристрастиях отличался от других. То есть, понимаете, здесь доказательств вообще нет. Вообще нет. Всем плевать на доказательства. То есть, понимаете, это такая философия, в которой всем плевать на доказательства, что это нормально, это клево. Потому что речь идет о таких вещах, которые, ну, нельзя доказывать. В целом, в мире нет ничего больше кончика осенней паутинки. Противоречие. А великая гора Тайшань, очень большая гора, мала на самом деле, представляете? Это уже очень похоже на парадокцию Хуэши, кстати. И Джуанзе во многом у него унаследовал это. Сейчас, давайте вот так вот сделаю. Потому что камера не хочет усматривать мою четкость. Первое противоречие такое большое. Никто не прожил больше умершего младенца, умершей зиготы даже. А Пензу умер в юном возрасте. Пензу, это, видимо, самый старый человек в мире. Вот, смотрите. Да, против все строится на противоречиях. В целом, в мире нет ничего больше кончика осенней паутинки, а великая гора Тяньшань, мала. Это, вообще-то, один из первых сформулированных принципов относительности в парадоксах. Причем, именно такой вот радикальной относительности. То есть, все является длинным, все является коротким. Смотря относительно чего. Кончик осенней паутинки, это нечто гигантское, самое большое в мире. Против великой горы Тяньшань, которая, ну, на самом деле, мала. По сравнению с чем? С чем мы сравним эту гору? Не знаю, с небом? По сравнению с небом эта гора ничтожна. Небо и земля живут вместе со мной. Вся тьма вещей, или ком вещей, это иногда переводят тьма вещей, ком вещей, составляют со мной одно. Мы едины в этом дау, получается, в этом большом пути. Мы все одно. В этом безымянном, в этом неизвестном, в этом... В этом в том, что нельзя определить и нельзя понять, и нельзя никак обозначить. То, что безымянно, и в этом всем мы одно. Мы представляем собой часть этого кома вещей. Коль скоро мы составляем одно, что еще тут можно сказать? О, вот, вот пишите. Легендарный китайский долгожитель Пэнзу. Вот он. Вот, вот, видите, написали, сколько он прожил. Много? Солидно. На этот текст нужно медитировать. Здесь есть медитативный аспект, согласен. Ну, Джоанзе мы, конечно, что-то я погорячился. Надо было Лаудзе брать. Он, короче. Коль скоро мы составим одно, что же тут еще можно сказать? Ну уж, коли мы заговорили об одном, то можно ли обойтись без слов? Единые слова о нем составляют два, и два одно составляют три. Начиная отсюда, даже искуснейший математик не доберется до конца чисел. Что уж говорить об обыкновенном человеке? Даже идя от несуществующего к существующему, мы должны считать до трех. Что уж говорить, когда мы пойдем от существующего к существующему. Но не будем делать этого. Давайте я сниму наушники. Будем следовать данному, и не будет того. Путь изначально не имеет пределов. Слова изначально не имеют установленного смысла. Только когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются разграничения. Попробую сказать об этих разграничениях. Существует левое, и существует правое. Существует приличие, и существует долг. Существует определение, и существует толкование. Существуют споры, борьба. Все это называют восемью достоинствами. То, что пребывает за пределами мироздания, мудрый принимает. А то, о чем не ведает... А о том, не ведет речей. О том, что пребывает в пределах мироздания... То есть, смотрите. О том, что вообще об истине говорить толком-то и нельзя. То есть, это то, что нельзя проговорить, нельзя рационально словами осмыслить. То, что пребывает за пределами мироздания, мудрый принимает, видит, чувствует, видимо, каким-то образом, но не выносит суждения об этом, не говорит. А касательно деяний прежних царей, о которых поминают в лептописи мудрый, выносят суждения, но не ищут им объяснений. Великий путь не называем. Великое доказательство бессловесно. То есть, понимаете, здесь выдвигаются вообще противоположные принципы, принципы противоположные тем, на которых строится европейская философия. Они изначально выдвинуты таковыми. Вот таковыми, какими они у нас не являются. На базе этого невозможно построить хорошую большую логическую систему. Но это и не нужно. Ну, то есть, логическая система, она уже как бы опровергнута в этой философии. Считается, ну, тут здесь нет ничего, что может так или иначе, ну, показать нам, что нужно доказательство. Воистину, в каждом определении есть нечто неопределимое. В каждом доказательстве есть нечто недоказуемое. Почему это так? Мудрый хранит правду в себе. Обыкновенные люди ведут споры, чтобы похвастаться своими знаниями. Вот почему говорится. В споре есть нечто незамечаемое спорщиками. Как бы. Путь, проявивший себя, перестает быть путем. Речь, ставшая словом, не выражает правды. Человечность, которая всегда добра, не совершит добро. Огромное количество противоречий, не знаю, просто вот сходу берут и набрасывают нам всякие вот несопоставимости. Показная честность не внушает доверия. Храбрость, не знающая удержу, не приносит победы. Все эти пять вещей закруглены и обтекаемы, как шар. Но могут вдруг обрести острые углы. Знать, как остановиться на незнаемом, это есть совершенство. Вот оно, друзья, вот совершенство. Знать, как остановиться на незнаемом. Да, это далеко не греческая традиция. Это все вообще настолько в другую сторону смотрит, насколько только можно. И это круто. Это классно. И это замечательно, лучик. Это заставляет по-другому вообще смотреть на вещи, на философию, на идеи. Кто же знает бессловесное доказательство и изъяснимый путь? Вот что такое, если кто-нибудь способен это знать. Небесная кладовая. Добавляй в нее, и она не переполнится. Черпай из нее, и она не оскуднеет. И неведомо, почему это так. Сие зовется потаенным светом. Беззубый спросил Ванни. Знаете ли вы, в чем вещи подобны друг другу? Как я могу это знать? Ответил Ванни. Знаете ли вы то, что вы не знаете? Как я могу это знать? Стало быть, никто ничего не знает. Как я могу это знать? Однако же попробую объясниться. Откуда вы знаете, что то, что я называю знанием, не является незнанием? Откуда вы знаете, что то, что я называю незнанием, не является на самом деле знанием? Позвольте, теперь спросить. Если человек переночует на сырой земле, у него заболит поясница и отнимется пол тела. А вот случится ли такое с лосем? Если человек поселится на дереве, он будет дрожать от страха. А вот так ли будет чувствовать себя обезьяна? Кто же из этих троих знает, где лучше жить? Люди едят мясо домашних животных, олени едят траву, сороконожки лакомятся червями, особо охотятся за мышами. Кому из этих четырех ведом истинный вкус пищи? Обезьяны брачуются с обезьянами, оледи дружат с лосями, угри играют с рыбками. Маодзян и сиши слыли первыми красавцами среди людей. Но рыбы, завидев их, тотчас уплыли бы в глубину, а птицы, завидев их, взметнулись бы в небеса. А если бы их увидели олени, они бы с испугу убежали в лес. Кто же среди них знает, что такое истинная красота? По моему разумению, правила, ну то есть круто. Да, во многом это философия относительности. Читаем Джонзе, Джонзе читаем. Из этого получается, ну действительно, философия относительности. Все можно объяснить через все другое. Все отчасти едино и все отчасти не имеет смысла разделять. Любые разделения, то есть любое различие, отсутствие безразличия ведет нас к каким-то неправильным понятиям, к ошибкам. Мы видим, что все относительно, ввиду того, что обезьяны врачуются с обезьянами, там олени с оленьями. И бывали какие-то, не знаю, замечательные красавцы среди людей. Но почему-то животные их такими красавцами не считают. Причем, притом, наверное, не все люди считают вот этих вот людей совершенными красавцами, наверное. То есть это тоже, наверное, можно найти какие-то исключения. И это тоже интересно. Это тоже то, на что следует акцентировать внимание. Скорее всего, ну рыба-то уплывает от нас, потому что они нас боятся. Не нужно быть гением, чтобы до этого додуматься. Вполне вероятное предположение. Мы не знаем, что думают рыбы. И даот сейчас не утверждает, что он знает, что думают рыбы. Но предположение довольно вероятное. Но почему же тогда от таких красавцев, Маодзяна и Сиши, внезапно уплывают рыбы? Почему олени убегают, завидев их? Даже, о, какая красота, так любоваться. Потому что относительно все. В ней них разобраться. Беззубый спросил. Если вы не можете отличить пользу от вреда, то уж совершенный человек, несомненно, знает это различие. Правда? Ван не ответил. Совершенный человек живет духовным. Плохой перевод. Даже если загорятся великие болота, он не почувствует жары. Даже если замерзнут великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют великие горы, а ураганы поднимут на море волны до самого неба, он не подастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит верхом на солнце и луне, и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей. Ни жизнь, ни смерть ничего в нем не меняют. Тем паче мысли о пользе и вреде. Класс. Обожаю. Обожаю Джуанзе. Я просто обожаю Джуанзе. Это настолько круто. Ну, здесь уже следующий сюжет, я понимаю. Идет уже дальше. Понимаете, здесь проблема еще Малявина в том, или не Малявина, или данного вообще вот издания, в том, что вот они не разделили абзацы какими-то вот другими метками. Так, слышал, что мудрый не обременяет себя мирскими делами, не ищет выгоды. А, давайте попробуем. Дзюйзяуцзи спросил у Джанзюцзи. А я слышал от Конфуци, от Конфуци, наверное. Здесь Конфуция переводит как Конфуци, но на самом деле Конфуци. Кун, Кунфуци, учитель Кун вообще, учитель Кун как бы. А, европейское произношение, такое вот традиционное Конфуци. Просто о Конфуции узнали раньше всех, среди китайских мыслителей. И решили дать ему прозвище, латинизированное Конфуци. Я слышал от Конфуция, что мудрый не обременяет себя мирскими делами, не ищет выгоды, не старается избегнуть лишений, ни к чему не стремится и даже не держится за путь. Порой он молчит, а все выскажет, порой говорит, и ничего не скажет. Так он странствует душой, за пределами мира, пыли и грязи. Конфуци считал, что это все сумасбродные речи. А я думаю, что так ведут себя те, кто постигли сокровенный путь. А что вы думаете? Чан Ю Цзы ответил, Эти речи смутили бы даже Желтого Владыку. Разве мог уразуметь их Конфуций? А Желтый Владыка это один из нескольких владык, великих там императоров. Я не помню, как его там зовут. Сейчас, ну не важно. Желтый Владыка известный, в общем-то, китайский мифический персонаж, очень крутой. Разве мог уразуметь их Конфуций? К тому же, ты слишком скор в суждениях. Видишь яйцо и уже думаешь услышать петушиный крик. Видишь лук и хочешь, чтобы тебе подарили жаркое из дичи. Я расскажу тебе, как придется, а ты уж, как придется, послушай. Хорошо? Бля, тяжело. Не люблю большие абзацы. Может ли кто-нибудь встать рядом с Солнцем и Луной? Заключить свои объятия в Вселенную? Жить заодно со своим, со всем сущим. Принимать все, что случится в мире. И не видеть различия между людьми низкими и возвышенными. Опять же, отрицание различия, напоминаю, безразличие. Не видеть различия между людьми низкими и возвышенными. Встать рядом с Луной и Солнцем, тоже парадоксально. Объять всю Вселенную, объять необъятное. Жить заодно со всем сущим. Это значит жить заодно со всем сущим. Принимать все, что случается в мире. Это вот как раз вот все вот это. Жить заодно со всем сущим. Принимать все, что случается в мире. Это как раз и есть встать рядом с Солнцем и Луной. Заключить свои объятия в Вселенную. То есть все вещи, видимо. Вселенная неправильный термин. Ну, перевод. Перевод Малявина. Чего мы хотим? Другого мы пока не нашли здесь хорошего. И это значит не иметь различия между низкими и возвышенными. Обыкновенные люди трудятся, не покладая рук. Мудрый действует неумствуя. И для него 10 тысяч лет как одно мгновение. Для него все вещи в мире существуют сами по себе и друг друга в себя вмещают. Откуда мне знать, что привязанность к жизни не есть обман? Могу ли я быть уверенным в том, что человек, страшащийся смерти, не похож на того, кто покинул свой дом и боится вернуться? К смерти. К смерти, понимаете? Прикольно. Красавица Ли была дочерью пограничного стражника во владении Ай. Когда правитель сын забрал ее к себе, она рыдала так, что рукава ее платья стали мокрыми от слез. Но когда она поселилась во дворце правителя, разделила с ним ложи и вкусила дорогие явства, она пожалела о том, что плакала. Относительность? Опять же, относительность, да. Так откуда мне знать, не раскаивается ли мертвая о том, что прежде молила продление жизни? Кто во сне пьет вино, проснувшись льет слезы? Кто во сне льет слезы, проснувшись, отправляется на охоту? Когда нам что-нибудь снится, мы не знаем, что видим сон. Во сне мы можем даже гадать по своему сну. И лишь проснувшись, знаем, что это был сон. Кстати, давайте вам кое-что еще замечу. Непосредственно Хайдеггер находил некую похожность в своей философии, с философией даосов и буддистов, китайских причем, буддистов, японских, вроде даже японских, японских буддистов. Китай и Япония просто тесно связаны в этом смысле, поэтому здесь разницы особой нет. И мы здесь видим рассуждение о том, что есть, о бытие. Но о бытие через небытие, через неопределимое, через непознаваемое. Вот, например, Uber Marginal очень любит Хайдеггера, как ни странно. Мы должны видеть, что предмет исследования очень похож. Бытие. Правда, бытие мира здесь пошире, здесь пошире, здесь посложнее, здесь более многогранно даже это все взято. Хайдеггер более просто исследует проблему. И более рационально в этом смысле. Он даже не пытается, как бы, войти вот в этот поток, поток китайской философии, но он все равно далековато от него находился, чтобы философствовать вот так вот. Притчами, притчами, рассказами, мудрыми повествованиями. Но связь есть. То есть, может быть, Хайдеггер это тоже цитаты Волка, например. Ну, такое. Но есть еще великое пробуждение. После которого узнаешь, что есть великий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют и доподлинно знают, кто в мире царь. А, вот, сейчас скоро будет очень крутой абзац, друзья. Не уходите, пожалуйста, потому что это очень важный абзац. А глупцы думают, что они бодрствуют и доподлинно знают, кто в мире царь, а кто пастух. До чего же они тупы. И вы, и Конфуций, это только сон. И то, что я называю вас сном, тоже сон. Речи эти кажутся загадочными, но даже если после многих тысяч поколений в мире появится великий мудрец, понимающий их смысл, вся вечность времен покажется одним быстротечным днем. Ай, кайф. Обожаю Джоанзе, на самом деле, ну, многие части моего мировоззрения, так, ну, Джоанзе очень на меня повлиял, судя по всему. Многие парадоксальные вещи, которые я осмыслял, взяты, в принципе, отсюда. Например, доказательство, доказательство. Впервые встречается не у меня. Вот вообще вопрос о доказательстве. И недалеко не в аналитической философии. Хотя, когда мы с Маргиналом говорили, я апеллировал к аналитической философии, потому что она ему ближе. Она находится в тексте Джоанзе. Одной из первых попыток вообще запросить доказательство доказательства. Да, и то, что вы смотрите этот стрим, тоже сон получается. Вот теперь очень содержательный абзац. Я его недавно цитировал. Положим, мы затеяли с тобой спор, и ты победил меня, а я не смог переспорить тебя. Значит ли это, что ты и в самом деле прав, а я на самом деле не прав? А если я победил тебя, а ты не смог переспорить меня, значит ли это, что прав именно я, а ты не прав? Обязательно ли кто-то из нас должен быть прав, а кто-то не прав? Или мы можем быть оба правы и оба неправы? Если мы сами не сможем решить, кто из нас прав, а кто нет, то другие люди тем более не сделают этого за нас. Кто же рассудит нас, если придет кто-нибудь, кто согласится с тобой, то как ему рассудить нас? А если кто-то третий будет согласен со мной, то и ему не удастся нас рассудить. Если же наконец позвать того, кто не согласен ни со мной, ни с тобой, то такой человек тем более не поможет нам установить истину. А если призвать того, кто согласится со мной и с тобой, то мы опять-таки не доберемся до истины. Выходит, ни я, ни ты, ни кто-либо другой не может установить общую для всех истину. На кого же нам надеяться? Обожаю Джуанзе, как говорится. Вот оно. То есть здесь задается огромное количество вопросов, очень содержательных и очень философских. Ответа на них не будет, потому что даже не подразумевается, что на них должен быть ответ. Потому что это вопросы, ну, риторические. Давайте попробуем на них ответить. Так, давай, положим, мы затеяли с тобой спор, и ты победил меня, а я не смог переспорить тебя. Значит ли это, что ты в самом деле прав, а я на самом деле не прав? Конечно, не значит. Если я победил, если наоборот, тоже не значит. Обязательно ли кто-то из нас должен быть прав, а кто-то не прав? Не обязательно. Или может быть оба права, а оба... Или мы можем быть оба права, а оба не права? Ну, может быть, кто знает, кто знает. И если мы сами не сможем решить этого, то понятно, что третье лицо точно так же, как и мы, будет оценивать этот спор. То есть третье лицо не является достоверным оценщиком истины. Как ни странно, да? И не важно, кто там с кем соглашается, кто не соглашается. Это все мир людских мнений. От того, что произойдет в мире людских мнений, кто там с кем будет спорить, кто кого переспорит, с какой логикой подойдет к вопросу, не знаю, математику будет использовать. Статистику, это и все равно еще ничего не значит. Это вообще ничего не значит. То есть Джуанзе вообще аннулировал все возможности спора в своем веке до нашей эры, когда он жил. Представляете, какой интересный подход уже сразу. Доказательства бессмысленны, споры бессмысленны. Это по сути трата времени, потому что они не размышляют об изначальном. Они не размышляют о Дао. Они не осмысляют то, что нельзя осмыслить. Они не определяют то, что нельзя определить. А поскольку это то, что нельзя осмыслить и это то, что нельзя определить, напрямую влияет на то, что мы осмысляем и на то, что мы можем определить, мы не можем до конца определить то, что мы определяем и не можем до конца осмыслить то, что мы осмысляем. потому что в фундаменте этого лежит то, что мы не можем осмыслить и определить. Все, здесь как бы такое простое осуждение, но вот так вот это работает. Это работает именно так, и это не набор слов. Могу еще раз повторить, если кто-то не понял, друзья, давайте взаимодействие какое-нибудь проведем, потому что я вообще не любитель читать тексты на протяжении долгого времени, мне объяснять куда интереснее, мне интереснее самому говорить. Смотреть видео проще, потому что там за меня говорят, а читать я не люблю вот так вот слух. Слух я вообще не читал, наверное, всю жизнь. Теперь я привыкаю к чтению слух. Ну, друзья, давайте, давайте запросите что-нибудь. Ну, по-моему, я понятно, наверное, даже сказал. Можете нет, там, может быть, сильно запутано было. И при этом, понимаете, в чем дело? Философия даосов, именно вот такая вот первая Лао Цзи и Джуан Цзи, она не нуждается в доказательствах, в принципе, она их опровергает и очень легко, и хорошо функционирует в мире без доказательств. Она себя комфортно чувствует, потому что то, что она продвигает, доказать изначально нельзя. Но никак нельзя доказать Бога, Бог это утверждение определенное о том, что существует некое такое существо, которое находится за пределом времени, пространство, оно нематериально, все благо, всемогущее и так далее, так далее, так далее. Обычно Богу дается колоссальное количество положительных определений, и мы, в принципе, можем как-то догадаться, о чем речь идет. А даже если не можем это воспринимать своими органами чувств. Куда более интересно Дао, Дао определяется через неопределяемость, Дао доказывается через недоказуемость. Дао само включает в себя противоречия, Дао есть хаос, Дао есть бездна, Дао есть определенный изначальный ноль, Дао есть то самое ничто, и все сразу вместе, это и ком вещей, и то, что находится за его пределами. А Дао это путь, это путь, это путь всех вещей. И у каждого есть еще свое, у каждой вещи есть свое Дао, свое предназначение, свой смысл. Кайф. Я просто кайфую от того, какие здесь мощные нагромождения различных вопросов, метафор, отсылок. Если это не называть философией, ну что это? Это литература, хоть в одном из возможных миров найдите такую литературу просто. Ту литературу, которая касается именно таких вопросов, это религия может быть, религия, а где бог, там вера, религия, поклонение, там, не знаю, идолы где стоят. Нет, потом даосизм станет религией, да, там, не знаю, семь небесных наставников, все такое, окей, потом станет, но здесь где религия? Где здесь религиозность самого текста, где она здесь скрывается, вот хоть где-то? Вот чувак, который ее написал, касается вот практически тех же вопросов, что Хайдеггер и шире, и шире, и намного шире. Тут переплетаются вообще различные значения, и различные смыслы, и философские смыслы. И это как бы не доказывается, но аргументируется, и аргументируется во многом даже в обратную сторону через отрицание. Очень интересно. Противоречивые суждения. Парменит или Лао Цзи? О, это тяжелый вопрос, Тимургант. Вот это вот то, на чем бы мы на полчаса, наверное, заостряли. Отличие Парменида от Лао Цзи заключается в том, что от Лао Цзи до нас дошел текст, а от Парменида стих неполный, наверное, Лао. То есть, ввиду того, что Лао Цзи мы можем прочитать полностью, и у Лао Цзи есть последователь Джуанзи, у которого текст еще более полон, еще более насыщен. Ну, конечно, пара Лао Цзи и Джуанзи мощнее, чем пара Парменит и Зенон Элейский. Просто мощнее, потому что мы можем их прочитать. И вот Джуанзи мы вот чуть-чуть просто прочитали. Мы уже тут сколько попаримся, вы прочитали чуть-чуть, это малая часть. Давайте дальше пролистаем куда-нибудь. А, давайте вот это известная вещь, вот это вот прочитаем. Ну, просто все это читать, понимаете, ну, трудно. Мы никогда не закончим тогда. Однажды я, Джуанзиоу, это Джуанзио, это я Джуанзиоу, увидел себя во сне бабочкой. Счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она Джуанзиоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я Джуанзиоу. И я не знал, то ли я Джуанзиоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которая приснилась, что она Джуанзиоу. А ведь между Джуанзиоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот такое превращение вещей. Обожаю этих ребят. Ну, вот это очень известное высказывание просто. Это очень известное высказывание. Мы его поэтому еще раз зачитали. Почему бы и нет. Ближе к концу стрима я попытаюсь пройтись по всем основным высказываниям Джуанзиоу. Пока мы полистаем что-то интересное, почитаем, что мне покажется интересным. Я этот текст давно читал. Он хороший. А, вот, давайте. Когда умер Лао Дань, сын И пришел в его дом, чтобы выразить соболезнование. Трижды громко возопил и вышел вон. Ученик спросил его, разве покойный не был вашим другом? Да, был, ответил сын И. А тогда прилично ли вот так выражать свою скорбь о нем? Конечно, ответил сын И. А поначалу я думал, что покойный был просто человеком. Но теперь знаю, я ошибался. Я пришел выразить соболезнование. И что же? Вокруг старики, плачущие так, словно они скорбят о своих детях. И юноши... Смысл пишет. Так, когда Хайдегер прочитал китайцев, он был опечален тем, что столько сил потратил зря. Ну, может быть, не настолько, но вроде что-то такое есть. Продолжаем читать. Словно они скорбят о своих детях. И юноши, рыдающие, словно они потеряли матерей. Садясь вместе, они говорят, когда не нужно слов. И плачут, когда не нужно слез. Поистине, они отворачиваются от небесного закона. Небесный закон это умирать. Понимаете, люди умирают. И все понятно, что любой человек умрет. А вот эти вот дурачки плачут почему-то. Непонятно. Небесного закона. И забывают о том, что им врождено. А им врождено умирать. Всем врождено умирать. И их родственникам врождено умирать. И вот тому старику, которому они оплакивают, суждено умирать. Древние называли это бегством от кары небес. Когда настал срок, учитель пришел. Срок истек. И учитель покорился. Когда живешь, повинуясь велением времени. Велением дао. Велением, в общем-то, дао. То есть, живешь согласно д. Вот это вот и есть естественность. Когда живешь, повинуясь велением времени. Печаль и радость не завладевают тобой. Древние называли это царственным освобождением. Особождением. Сколько бы хвороста не принести. Ну, то есть, понимаете, да. Неважно. Можно не говорить о смерти. Вообще безразлично. Кто умер? Вы умерли. Ваши родственники умерли. Ваши дети умерли. Ваша жена умерла. Неважно. Все это часть естественного процесса. Это часть пути. Это часть дао. Это непосредственно произойдет. Это непосредственно будет. Это бесспорно случится. И поэтому, когда вы плачете, вы пытаетесь убежать от кары небес. Но это неизбежно. Это неизбежно. Это неизбежно. Вы все умрете, друзья. Вы все умрете. Нет, это не стойки. Это круче стойков, Маркус. Это круче стойков. это небесный закон это дао это китайская философия на стойке в принципе они могли плакать знаете почему потому что ну мы умерем умираем и неизбежно и плачем неизбежно так про конфуция не хочу так смысл плакать посмок весь зимой да так и получается правильно так сейчас найдем что-нибудь веселое конфуции здесь мне не нравится конечно не люблю конфуции так так ну вот про плотника шима уже посмотрели увидел лотаря духа в земли огромный дуб крона этого дуба была так широка что в тени и могли укрыться несколько тысяч быков его ствол был шириной наверное в сотню обхватов но мы уже касались дуба давайте прочитаем это описание просто высотой он превосходил окрестные холмы а самые нижние его ветви начинались сажений за 10 от земли ветви их были как можно видите из которых можно было бы выдолбить лодку исчислялись десятками на дерево глазела толпа зевах как на рынке но плотник даже не удостоил взглядом и прошел дальше не останавливаясь плотник мимо дерева прошел мимо не останавливаясь потому что это дерево бесполезно и из него ничего нельзя сделать и поэтому это дерево будет стоить потому что каждый плотник который будет проходить мимо этого дерева будет видеть в нем бесполезность она настолько великая настолько могучие на столько вот бесполезное, а что с ним нельзя ничего сделать. Вот такое вот оно, дерево. Вот, видите, остаться неприкосновенным. Прикольно, это прикольно. И это очень похоже на китайскую философию. Вот здесь именно вот такой вот аспект, именно даосизм, вот он проявляется таким образом. Знак полноты свойств. Следующая глава, глава 5. Так. Давайте подальше. Там ноги всем отрубают, я что-то не знаю. Неприятно, что людям ноги отрубают. О смысле жизни расскажет нам историю Конфуции. Не, плевать нам на Конфуция, высший учитель. Знать действие небесного и действие человеческого. Вот вершина знания. Тому, кому ведомо действие небесного, берет жизнь от неба. Тому, кому ведомо действие человеческого, употребляет знание познанного для того, чтобы пестовать непознанное в известном. Прожить до конца срок, уготованный небом, и не погибнуть на полпути. Вот торжество знания. Прожить до конца срок, уготованный небом, то есть долгожительство, в общем, очень характерное для непосредственно даосов, которые они очень пестуют. Вообще, в Китае, знаете, культ долгожительства присутствует вообще на Востоке. Это, вероятно, происходит из непосредственно даосизма. Сила даосизма так влияет. Культура долголетия. Многие японцы, знаете, да, тоже долго живут. Они просто долго живут. У них есть тоже культ долголетия. Прожить до конца срок, уготованный небом, и не погибнуть на полпути. Притом, самураи, да, резали себя, конечно, это немножко другое, но вот такое. Внезапно Мимоту Мусаси, да, здесь немножко по-другому. Здесь пересечение разных восточных, дальневосточных философий. Однако тут есть сложность. Знание, чтобы быть надежным, должно на что-то опираться. Но то, на что оно опирается, крайне неопределенно. Ну да, мы помним, его не определить, имени у него нет. Как знать, что именуемое нами небесным не является человеческим? А именуемое человеческим не является небесным. Следовательно, должен быть настоящий человек. И тогда появится настоящее знание. Ну, непонятно, почему следовательно, но окей. А что же такое настоящий человек? Настоящие люди древности не противились своему делу одиноких. Не красовались перед людьми и не загадывали на будущее. Такие люди не сожалели о своих промахах и не гордились своими удачами. Они поднимались на высоты, не ведая страха, погружались в воду, не замочив себя, а входили в огонь, не обжигаясь. Таково знание, которое рождается из наших устремлений к великому пути. Дао. Настоящие люди древности спали без сновидений, просыпались без тревог, всякую пищу находили одинаково вкусной, и дыхание в них исходило из сокровеннейших глубин. Напоминаю, кстати, Хайдеггера, который тоже апеллировал к древним и говорил о том, что вот, ну, они-то работали с бытием, а вот все остальные утратили этот вопрос. У Джуанзи, уже у Джуанзи тоже, и у Лао Цзи, и у Конфуция на самом деле тоже есть апелляция к этим самым древним, к каким-то древним людям, настоящим людям, то есть золотой век какой-то был. Вообще, Востоку свойственен золотой век, именно Дальнему Востоку. Скромные и уступчивые, они говорили сбивчивые и с трудом, словно заикаясь. А у тех, у кого желания проникли глубоко, источник небесной жизни лежит на поверхности. Настоящие люди древности не знали, что такое радоваться жизни и страшиться смерти, не торопились прийти в этот мир и не противились уходу из него, не предавая забвению исток вещей, не устремляясь мыслью к концу всего сущего, они радовались дарованному им, но забывали о нем, когда лишались этого. Вот что значит не вредить пути умствованием, не подменять небесное человеческим. Такие были настоящие люди. Сердца у таких людей было забывчивое, лик покойный, чело возвышенное. Прохладные, как осень, теплые, как весна, они следовали в своих чувствах к четырем временам года. Жили, сообразуясь со всем сущим, и никто не знал, где положен мой предел. А в японской философии кто центральная фигура, как какой философ? На самом деле я не знаю, Тюмур, честно говоря, с японской философией я вообще даже не разбирался. Нагата Хироси пишут, видите? Ну, Нагата Хироси, видимо. Я хотел почитать книжку по японской философии, но так и не дошли у меня руки. Так, давайте дальше. Уверенные в себе. Упрямства у них не было. Давайте не будем стих читать, плохой какой-то, но непонятный. Так, 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 так. Материалист? А какого века? Древние, да, древние по отношению к древним китайцам. Вот в этом фишка. То, что Конфуция и прочие вообще ребята, они любили апеллировать к еще большей древности. Хайдеггер тоже любил апеллировать к древности, например, но он уже поздний мыслитель. Вот они, вот эти вот ребята, еще к большей древности пытались апеллировать. Это такая фишка у них. Так. Так, 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 так. Хочу что-то очень знакомое найти. Потому что здесь очень много всего. Эх. Блин, какой же охеренный текст. Какой же классный этот текст все-таки. А это, ну, современный, да, видите, Нагата Хироси, понятно. Блин, хочу хорошую цитату найти. А, он историк философии, плюс ко всему, понятно. Я что-то о нем, может, слышал. Ян Цзунь Цзюй пришел к Лао Даню и сказал, предположим, в мире появится человек чуткий, деятельный, знающий, наделенный ясным умом и не ведущий усталости в деле постижения пути. А можно ли сравнивать такого с просвещенными царями былых времен? А ответ последовал такой. Для истинно мудрого все это оковы и путы царской службы. Они изнуряют наше тело и понапрасну волнуют наше сердце, ответил Лао Дань. К тому же красивый узор на шкуре тигра и леопарда привлекает охотника. А самую ловкую обезьяну и самого усердного пса первыми сажают на поводок. Разве можно сравнивать такого человека с просвещенными царями? Могу ли я узнать, как управляет просвещенный царь, спросил Ян Цзюй. Ян, Ян Цзинь Цзюй, Ян Цзинь Цзюй, Ян Цзинь Цзюй, вот так. Лао Дань ответил, когда правит просвещенный царь, его деяния распространяются на весь мир. Но как бы не от него исходят. Его власть передается всем вещам, но люди не ищут в ней опоры. Он правит во славе, но никто не воздает ему хвалу. И каждому он дает жить в свое удовольствие. Он укореняется в безмерном и пребывает в отсутствующем. Это, по сути, называется увэй, недеянием. То есть он правит таким образом, что в нем не могут найти опоры. И правит так, при этом, по сути, ничего не делая. Тот, кто много делает, пытается все исправить, идти не по пути, плыть против течения, так скажем. Тот плохой царь, тот непросвещенный правитель, непросвещенный царь. Ничтожество, чмо, отвратительно, тряпка, гад. А вот просвещенный, наоборот, он ничего не делает. И все идет своим чередом. Вот. Вот так вот это и происходит. О, еще есть японский буддист Хакуин. Интересно. Так, что у нас еще есть интересного? Внешний раздел, воооо, мы дошли до внешнего раздела. Да, блин, ну тут такой поток текстовый, честно говоря. Мне не нравится поток текстовый, большой, длинный. Срезать кому-нибудь перепонки на пальцах, и он будет плакать до боли. Так. Ну где, где, где что-нибудь мощное? Мощное, пожалуйста. Конские копыта, взламывать сундуки, дать волю миру. Сейчас прорывку, может, найдем еще. Семя высшего пути. Внешний раздел вроде поскучнее. Как не велики небо и земля, а превращение их уравновешивает. Как не многочисленные вещи в мире, а порядок их един. Как не много людей в мире, все они повинуются государю. Правитель же черпает свою силу в свойствах самой жизни и притворяет свое назначение благодаря небу. Поэтому, говорят, в глубокой древности миром управляли лишь недеянием и небесным совершенством. Небо все творит само по себе. Аратегама. Аратегама интересная, кстати. Давайте посмотрим потом. Потом посмотрим. Буддисты тоже очень интересные. Особенно дальневосточные. Нет, что-то не то. А, вот вижу. Ну, потом как-нибудь заметочку. Судите о словах, исходя из пути, и правление в государстве будет безупречным. Судите о понятиях, исходя из пути, в отношениях между правителями и подданными не будет изъяна. Судите о способностях и событиях, исходя из пути, чиновники в Поднебесной будут служить исправно. Смотрите на все, исходя из пути, и все вещи в мире достигнут совершенства. То есть, совершенства здесь, видимо, достигнут своего Д. То есть, они будут естественны, будут сами собой в этом смысле. А когда мы пытаемся их изменить, исказить, это уже не совершенство. Все, что искусственно, все получается несовершенным. То, что проницает собой небо и землю, это путь. То, что созвучны земле, это полнота жизненных свойств. То, что притворяется в судьбе вещей, это долг. Ли, получается, да? Не знаю точно. То, что вносит порядок в жизнь людей, это деяние. То, в чем появляется искусство, это мастерство. Мастерство в полноте жизненных свойств, а полнота жизненных свойств с путем небес. Потому и говорится, что древние пастыри поднебесного мира не имели желаний. А в мире царило довольство. Они ничего не делали. А в мире все свершалось. Они были покойны в глубине своего сердца, а народ жил безмятежно. Как сказано в записях. Постигай единое, и все деяния обретут завершенность. Освободись от своего сознания, и духи покорятся тебе. Учитель сказал, путь поддерживает и покрывает все сущее. О, как велик он! Благородный муж, благодаря ему, не может не открыть сердце. То, что действует недеянием, это путь. То, что действует недеянием, это путь. Вот, интересно. Опять же, недеяние, увы, получается, и путь. Да, то, благодаря чему мы говорим о недеянии, это полнота жизни. Полнота жизни, ну то есть, да, видимо, в том числе с учетом продолжительности этой жизни. Любовь к людям и польза от вещей зовется человечностью. Подобие неподобного зовется величием. Поведение, не проводящее границы различий, зовется великодушием. Поведение, не проводящее границы различий, опять же, безразличие, отсутствие границ, отсутствие развлечений, отсутствие определений. Обладание тьмой разных вещей зовется богатством, поэтому держаться полной жизни, значит, иметь основу. Стяжать в себе полноту жизни, значит, обрести опору. Следовать пути, значит, иметь всего в достатке. Не менять своих убеждений из-за других, значит, достичь завершенности. Конечно, глупый вопрос, но Джонзы или диалоги Платона и, наверное, Джонзы. Ну, очевидно. Диалоги Платона для меня... Ну, то есть, я не нахожу в них то, на что можно опираться. Я нахожу в них то, что можно критиковать. А в Джонзы я нахожу некий такой глубинный подтекст, которого в диалогах Платона, ну, просто нет. Я нахожу в них вот такой вот интересный пласт идей, которые позволяют нам, не знаю, уходить от определений, уходить от споров, критиковать споры, критиковать определения. Ну, то есть, вот эта вот направленность самого Джонзы, направленность доосизма древнего, такого вот еще философского, сильного, это очень уникальная вещь. Это, ну, это сокровище практически. Если Платон один из многих и не вполне уникальный персонаж, то есть, единственное, в чем его уникальность, как я думаю, заключается, это в том, что его тексты дошли до нашего времени. В эпоху Платона таких, как Платон, было много. Приличное количество. Ну, то есть, это какой-нибудь Аристип, это, не знаю, Эрида Эритрийская школа, Мегарцы, там, не знаю, Стойки, не знаю, Зенон какой-нибудь. То есть, у Платона равных было много, и некоторые из представителей этих школ работали в одном русле, и Платон, ну, Платон, Аристотель, Стойки, это все, это многое об одном. Это как бы часть одного такого вот догматического, большого корпуса тенденции. Вот одно, даже одно очень похожее, целостные тенденции. В Греции победила вот эта вот именно тенденция, именно она, это стаицизм, это прежде всего перипатыкизм и платонизм. Вот такая вот попсовая догматическая тенденция прошла в итоге до самого конца философского становления. Софистов они победили, не знаю, насколько я понимаю, школа материалистов тоже была, ну, не в очень хорошем состоянии. То есть сад Эпикура, Эпикурийцы вообще, в принципе, не доминировали. Какой эпос самый интересный? Но это оценочный вопрос, трудно сказать. Все эпосы чем-то интересны. Продолжим читать. Если благородный муж поймет эти десять истин, то будет великим. И в делах своих, и в помыслах. К нему стекутся все вещи мира. Тогда он сможет оставить золото сокрытым в горах, а жемчужины, схороненными в морской пучине. Он не станет обогащаться товарами, не будет искать знатности и богатства, не будет желать долголетия, не будет печалиться о ранней смерти. Он не радуется благоденствию и не скорбит в бедности, не присваивает себе блага мира и не добивается славы для себя. Он не хочет быть царем поднебесной, чтобы быть у всех на виду. Вот тоже важно. Все сущее в мире одна кладовая, жизнь и смерть одна судьба. Учитель сказал, «О, как глубок путь, и как покоен он в своей глубине, как чист! Без него не запоет ни металл, ни камень, а потому нельзя не вслушаться. Отчего? Исторгают звуки камень и металл. Кто же предписывает вещам быть такими, какие они есть?» «Человек, наделенный царственным могуществом, находит себе прибежище в превращениях вещей, но считает для себя зазорным быть сопричастным мирским делам. Он находит опору в первозданной основе, опять же, дау, и вездесущ в духовном, а потому могущество его распространяется широко. То, что исходит из его сердца, все живое принимает. Все живое, опять же, дэ, видимо, отсылка к дэ, потому что дэ естественное, живое, то, что течет непосредственно по законам дау, то, что сообразуется с ними, происходит то, как оно должно происходить. «Ибо не бывает форм вне пути, и жизнь, лишенная силы, не проявит себя. И кто, как ни человек, обладающий царственным могуществом, способен сберечь формы и постигнуть жизнь, утвердить власть и явить миру путь? О, как необозрим, необъятен он! Появляется внезапно, движется неудержимо, и все в мире ему повинуется. Каков человек, обладающий царственным могуществом?» Что это за сказка? Это Джуанзи, это вообще философия китайская. Ну, то есть, это реально мощный текст, на мой взгляд. Один из самых мощных за всю историю философии. Потом переслушайте с самого начала вот эту часть. «Люнь Кюэнь Юнь, даоская йога, алхимия и бессмертия» Нет, это не оно. Оно «даоская йога, алхимия и бессмертия» есть. Да. Эх, всматриваясь в незримое и вслушивайся... Сматривайся! Внезримое! Всматривайся в незримое! И вслушивайся в беззвучное! Во мраке прозреешь свет, В тишине услышишь гармонию. Будь глубже глубокого, И сможешь дать, постичь сущие, Одно здесь сущие, таким, да, ну, видимо, дао. Будь духовнее духа и сможешь слиться с семенем жизни. Такой перевод, видимо, мне не нравится перевод этот, но да ладно. «Принимай все, что есть в мире, Сливаясь с отсутствующим...» Сливаясь с отсутствующим... Даешь каждому быть тем, что он есть. Опять же, даешь каждому быть тем, что он есть, Тоже очень важно, это часть D, естественности. То есть оставить все таким, какое оно есть. Не трогать никого, не знаю, там, подождать, пока ваш враг сам сдохнет и проплывет мимо вас по реке. Вот это даосская стратегия поведения, как бы. Вот так действует даосса, вот так они любят действовать, вот так им нравится действовать. Можно ли сказать, что самая мощная работа Дао Дэ Цзин? Дао Дэ Цзин, он мало прояснен. Там много вот таких вот аспектов, которые не прояснены, А Джуанзе проясняет их отчасти. Потом будут другие, еще более мощные, тоже интересные тексты и так далее. Какие капец ошибки, где ошибки в тексте, в этом про дух, про дух мне не нравится. Да, дух... Ну, это уже дело вкуса переводчика во многом и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не важно. Тогда великое, великое, большое, в смысле, окажется малым. Длинное, коротким. А близкое, далеким. Тогда Ежесармат окажется великаном, великим, всемогущим, гигантским. А Артификс карликом. И все это умещается в мышлении, в общем-то, даоса. То есть нам не важно, да, какой маленький Ежесармат, все относительно, какой высокий Артификс, все относительно. А на самом деле они равны. А, ну окей, Тибор, понятно. То есть вообще все одно. Нам не важно, какой у кого рост. Все установлено естественно, и все при этом относительно, и все едино, и все в одном. Прогуливаясь к северу от Красных Вод, желтый владыка взошел на гору Кунь-Лунь и взглянул на юг. Возвращаясь обратно, он потерял черную жемчужину. Ладно, не будем это читать, наверное, не-не-не, долго. Ну, прикольно, очень сильный текст. Давайте еще по сущным самоспектам. В начале, начал было отсутствие. И не было у него ни свойств, ни имени. Из него появилось единое. Появилось единое, но еще не было форм. А то, благодаря чему все вещи называются жизненными свойствами. А также, а то, благодаря... Да, за свойствами. Когда еще нет форм, различия уже есть. Неизбежное, недопускающее разрывов зовется судьбой. Благодаря остановке в движении рождаются вещи. Вещь, осуществившая в себе свой жизненный принцип, зовется формой. Форма хранит в себе дух. Каждая форма имеет свои правила, а вместе они зовутся природой. Кто печется о своей природе, возвращается к жизненной силе. А кто достиг предела силы, становится единым с началом. Становясь единым, мы опустошаем себя. Будучи пустым, мы становимся великими. А будучи великими, приводим к согласию щебет всех птиц. Согласие всех голосов согласуется с небом и землей. Опять же, все те же самые аспекты здесь проявляются. Мы опять же помним единство. Будь пустым добавляется, будь пустым. Что, кстати, очень похоже уподоблению дао. Безымянному, неопознаваемому, неощутимому. И в этом смысле мы, будучи пусты, мы уподобляемся этому дао. И, кстати, здесь еще один аспект объединения буддизма и даусизма. Пустота. Сейчас, давайте посмотрим, что нам Максим заказал. Спасибо, Максим, большое за заказ. Мы еще немножко почитаем, и там уже будем смотреть видосы. О, Лавкрафт предсказал будущее нашей цивилизации. Ну, нет, еще не заказывали. А про книгу перемен что-нибудь знаешь? Это охеренная книжка. Конечно, знаю. Это пример Великой Комбинаторики. Одной из первых комбинаторных систем, которые так или иначе связаны с философией, получается. Ну, или не с философией даже. Книга перемен — это книга великих комбинаций, где описывается чередование вот этих вот костей, не знаю, 64, в общем-то, возможных комбинаций событий. По этим событиям, вот, по этим 64 комбинациям, после броска костей, определенных костей, получается, не костей, но, то есть, как игральные кости или что-то вроде того, определяется, в общем-то, что нужно делать. И, возможно, 64 комбинации. Это как определенная модель гадания, только комбинаторная, на комбинации костей. Комбинации костей могут описываться через ин и ян, через какие-то еще другие элементы, объединенные, разделенные, строчки и так далее, так далее, так далее. Это очень интересная штука, на мой взгляд. Читать книгу перемен будет очень сложно. Во-первых, это не такой философский текст, как Джуанзе. Там концепция не то чтобы явно проявляется. Так, тогда, когда искал смысл жизни, а нашел и мем с Азоном. Ты думал, здесь что-то будет? Нет, что происходит? Маргинал говорил, что Алан По намного круче Лавкрафта, но ему Эдгар Алан По нравится, да. Хотя он, да, мне тоже нравится. Наверное, я тоже так бы сказал. Ну, может, не намного круче, но оба крутые. Так, давайте продолжим. Давайте до 19.30 тогда полистаем книжку. Я думаю, мы уже пройдемся по всей книге. Так или иначе, заденем самые интересные ее аспекты. То, что вам... Если эта книжка вам понравится, я рекомендую вам самим прочитать. Джуанзе дома. Отличный текст. Очень много всяких таких вот моментов интересных. А пока только выделять будем такие интересные. Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек. А теперь узнал, что есть еще один. Ответил Дзыгун. Дзыгун. Учитель наставлял меня. В делах будь благородны. Неинтересно. Видимо, и не на туда начал смотреть. Посмотрим еще дальше. Ю-юй. 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 Это круто. Небесный путь. Небесный путь влечет по кругу, не воздвигая преград. И поэтому все сущее совершает в нем свою судьбу. Путь предков влечет по кругу, не воздвигая преград. И потому весь мир ему покорен. Путь мудрецов влечет по кругу, не воздвигая преград. И потому все живое в пределах морей ему послушно. Напоминаю, опять же, о том, что в Европе вообще не очень хорошо относятся к зацикленным логическим рассуждениям, во-первых. А в восточной философии, как ни странно, циклы иногда бывают в почете. Кто прозрел небо, стяжал мудрость и познал тайну царственных предков, тот в своих действиях неизменно покоен. Даже сам того не замечая. Мудрец покоен не потому, что считает покой добродетелью. Он покоен, потому что ничто на свете не заронит тревогу в его сердце. Заметьте, разница большая. Не потому, что он добрый, добрый, доброта, покой, я хочу быть покойным. А потому что, потому что, потому что ничто не может зародить покой в его сердце. То же самое с сомнением. Ту же самую метафору я бы применил к скептицизму. То есть, почему скептик сомневается? Не потому ли, что это догмат? Нет. Потому что он достиг такого состояния, в котором ни одна догма не может стать верой в его сердце, так условно скажем. Не может стать верой для него. Вот это я бы и назвал естественным состоянием скептицизма, когда уже ты в принципе не можешь не сомневаться не потому, что это вера, не потому, что это какая-то догма, а потому, что ничто не может вызвать у тебя веру. Вот, в определенный момент такое может произойти. Он покоен, потому что ничто на свете не зародит тревогу в его сердце. Стоячая вода так покойна, что в ней отразится каждый волосок на нашем лице. И она так равна, что послужит образом даже для лучшего плотника. Если вода, будучи покойной, способна так и раскрывать природу вещей, то что же говорить о человеческом духе? О, как покойно сердце мудрого! Оно есть асный образ неба и земли, зеркало всех вещей. Сердце мудрого, как зеркало всех вещей. Тоже интересный образ. Опять же, видите, мы не нуждаемся здесь в логике, мы продолжаем рассуждать, продолжаем разбирать типичные для философии вопросы вообще-то. Вообще-то. О том, каким нужно быть, чтобы при этом познавать и познавать правильно. Как отражать, что нужно делать, чтобы что-то познать, стать зеркалом всех вещей. А значит, обрести покой. Покой, который не является догмой, то есть не просто какой-то веселый, крутой добродетелю, который нужно следовать, не наученный покой. А тот покой, который является естественным. А естественный покой, это такой покой, в котором ничто не может зародить в нас тревогу. Вот. И тогда мы станем чистыми. Чистыми и сможем отражать мир. Отражать все вещи, всю тьму вещей, все три тысячи вещей, или как там, десять тысяч вещей, как говорят китайцы. Ну да, да, согласен, что по... раньше поднял тему хоррора в литературе, хорошо. Пустота и покой, отсутствие образов и деяний. Вот основа неба и земли. Предел пути и его жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пустыми, они наполнены. Опять же, противоречие, которое кажется нам, ну, как-то вот невыполнимым. Знаете, в моей философии есть тоже такой же аспект. То, что скептицизм, это аспект пустоты. Непосредственно пустоты. Это то, что пусто, это то, в чем ничего нет, как бы. Это очищенность от всех убеждений. Но, с другой стороны, есть германефтика. Германефтика, наоборот, позволяет понять всех. Это то есть и комбинаторика философская, которую я разрабатываю, это тоже способность описать все, что есть и все, что могло бы быть при этом. С одной стороны, глыба всех мнений, бесконечность всех мнений. А с другой стороны, абсолютный чистый лист скептицизма. И все это объединяется в моей философии. И все это на самом деле одно. И пустота, и полнота сливаются в некое одно. И здесь я, даосов, ну, очень сильно понимаю и поддерживаю даже. Их высказывания интуитивно для меня понятны. Я не вижу в них никакой религии, никакой веры. Это очень хороший концепт. Будучи покойными, они пусты. Так, где мы остановились? Будучи пустыми, они покойны, в покое они движутся, в движении обретают неприходящее. Будучи покойными, они предавались недеянию. А тот, кто не действует, целомудренен. А тот, кто хранит целомудрие, избегает забот и несчастья и будет жить долго. Как у Бермаргинал. Прочти как у Бермаргинал. Пустота и покой, бесформенность и недеяние – корень всех вещей. Знать это, выседая на троне, значит быть правителем, подобным Яо. Яо – это один из совершенно мудрых правителей. А знать это, стоя лицом к северу, значит быть подданным, подобно Шуню. Обладать этим, находясь наверху, тоже Шунь, еще один из таких же правителей, значит иметь власть царственного предка и сына неба. Обладать этим, находясь внизу, значит идти путем сокровенного мудреца, неукрашенного государя. Обладать этим, живя в уединении и затворничестве, и мужи рек и морей, горы и лесов склонятся перед тобой. Обладать этим, возложив на себя заботу о мире, и ты возьмешь великие заслуги и приведешь поднебесную к единству. В покое мудрый, в деяниях царственной, ты ничего не предпринимаешь, ни деяния, напоминаю, но окружен почетом, ты прост и безыскустен. Но никто в целом свете не сравнится с тобой красотой. Кайф. Так. Так, 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 сила державных владык, посему древние управляли поднебесной. Не искали применения своему уму, даже если знания их охватывали, небо и землю, они не говорили от себя, даже если достигали до конца природу вещей. Они не предпринимали самочинных действий, даже если могли совершить любое дело и в пределах морей. В общем, тоже, опять же, не деяния. Шушуниял, два великих, совершенно мудрых правителя. Ща, попью водички. Водички, которые называются Елизавета, вообще-то, друзья, напоминаю. Круговорот небес. Небо движется по кругу. Земля покоится на месте. Луна и солнце бегут друг за другом. Какая сила их толкает? Что за сеть их обнимает? Кто же он такой? Кто пребывает в недеянии, но все приводит в движение? Похоже на Аристотеля, отчасти. Такой Аристотель, это перводвигатель. Значит ли это, что в мире есть тайный завод? А то, что случается в нем, не может не случиться. Значит ли это, что в мире все само собой движется по кругу и не может остановиться? Облака ли порождают дождь? Дождь ли порождает облака? Кто столь щедро осыпает милостями? Кто-нибудь, пребывая в праздности и веселясь без удержу, движет миром? Ветер поднимается с севера и летит с востока на запад. Вихрем кружит в вышине. Кто вдыхает его? Кто выдыхает? Кто же он, не знающий забот и насылающий ветер? Дозвольте спросить, где искать этому причину? Ну, очень метафорично, очень круто. Я называю это глубиной пространства, пишет Аувинкс. Давайте дальше немножко пролистаем. Мы еще про рыбок обязательно прочитаем, как минимум. Я хочу еще один момент найти, но не могу. Я не помню, какие слова ключевые. Я его сразу узнаю, как только на него набреду. Блин, как же это классно. Спасибо большое императору Трояну за то, что дал нам возможность вспомнить обо всем этом прекрасном. Это, конечно, великая литература философская, очень мощная. Наряду с диалогами Платона, наряду с сочинениями Аристотеля, это, конечно, массив, это мощь. Личная выгода. Это тоже ли. Кстати, знаете, ли личная выгода на китайском языке. Или долг. Это разные ли, у них разные произношения. По-разному немножко ставятся точки. Всего доброго, Дэн-Дэнни. Всего доброго. Так. В покое и безмятежности соединяется он с небесным совершенством. Опять же, покой и безмятежность. Вообще, можно ловить образы. Если вы видите какие-то китайские образы, ну, многие из них восходят к Джуанзе. Например, знаете, чем мне нравится Камфу Панда? Камфу Панда, вроде бы, да, детский мультик. В нем огромное количество отсылок на китайскую философию, так или иначе. О всех трех мультиках очень много вот этих прекрасных отсылок, и это классно. «Любители поправлять природу». Дэ, видимо, природа здесь, да, естественность. «Любители поправлять природу». Естествоиспытатели, вонючие ученые, все вот эти вот гадкие, подлые, которые справляют мир, коммунисты и прочий сброд, которые любят поправлять природу. «Любители поправлять природу, гордясь своими пустыми познаниями, хотят восстановить изначальные свойства вещей». Да, это у... Нет, калчур. Увей же, да. А это критика этих «любителей поправлять природу». Критика «любителей поправлять природу». «Гордясь своими познаниями, хотят восстановить изначальные свойства вещей». Соблазненные пошлыми желаниями, гордясь своими пустыми понятиями, Они стараются достичь просветления духа. Таких людей следовало бы называть ослепленными. То есть все ученые ослепленные, по мнению таких вот даосов, которые прочитали Джуанзы, то есть все естествоиспытатели, не знаю, все люди, которые так или иначе стремятся к прогрессу, прогрессивисты, древние, притворявшие путь, взращивали знания безмятежностью. Лучик пишет, коммунисты не поправляли природу по их мнению. Ну окей, окей, окей. Окей. Безмятежностью. Знание росло, а к делу его не прикладывали. Вот это и называется взращивать дело безмятежностью. Знания и безмятежность друг друга укрепляли, а природа всех вещей поддерживала гармонию и истину. Полнота жизненных свойств это гармония. Путь. Полнота жизненных свойств опять же D. Это гармония. Путь это всеобщая истина. Свойства пронизывают все живое в мире, такова их человечность. Путь содержит в себе, путь содержит в себе всякую истину. Какова его праведность? Да, в кунг-фу панде Уэй, сенсей черепаха. Угвей калчер. Угвей. В кунг-фу панде черепаху зовут Угвей. Оральское море высушили, но это естественно произошло. Без каких-либо там вмешательств. Любители поправлять природу. Еще Беломор канал, там все дела. Ни в коем случае не любили поправлять природу. То есть здесь как раз речь идет о недеянии, не о труде. Труд. Вот труд это плохо. Труд это то, что поправляет природу под Аосом. Там труд, вот эти вот все поправки природы. Все надо там изменить. В космос полететь. Там Гагарин. Бога не видал. В небе бывал. В космосе бывал. Вот это вот все херня под Аосом. Это ничего не значит. Это поверхностно. Это следовать за вот этими пошлыми желаниями. Гордясь своими пустыми понятиями. Стараясь постичь просветление духа. Это все пустое. Да, природа сама изменчивая. И она сама справляется. Это путь. Сама природа, само ее движение, само движение пути, само движение Дао, проявляющееся в том числе через природу. Это и есть путь. Это и есть поток, в который нужно войти, подстраиваясь под его законы. Подстраиваясь под его законы, как бы. И живет настоящий Дао у вас вот такой вот по типу Джуанзи. То есть, встраиваясь вот в эту вот систему, плывя по течению, став одним единым с этим течением, став одним единым с этим потоком, ты тогда становишься настоящим Даосом. Кстати, относительно вот этих вот потоков всех. Напоминаю, что среди восточных единоборств имеются те единоборства, которые направляют силу оппонента против него самого. Например, как это херня называется? Сейчас, на букву А. Ну, блин, у меня только что в голове это слово было. Я забыл единоборство, самое популярное, которое основывается на принципе перенаправлении сил. Айкидо. Айкидо. Айкидо же? Айкидо. В общем, да. Когда противник на вас нападает. Айкидо, Айкидо. Правильно лучше. Айкидо. Я даже стойку из Айкидо знаю. Вы перенаправляете силу его удара таким образом, чтобы он сам упал, при этом прилагая минимум усилий. Поэтому, кстати, многие, знаете, есть легенда о стариках, которые владеют Айкидо. Да, Айкидо. Сумо, наоборот, это силовой тип, где мы должны быть массивными и тащить. Ну, так вот, сила перенаправляется там противника, он там, не знаю, бьет с размахом. Мы перенаправили легким движением руки, перенаправляем там его руку, заставляем его упасть, толкаем его правильным образом. Да, есть еще тайцзы. В общем, такие боевые искусства, вот такого типа, они основываются на фундаментальных принципах даосизма. А в вопросе о том, как это практически применять. Вот в вопросе о том, как практически все это можно применять. Стивен Сигал, ну, Стивен Сигал, да. Вот в этом, видите, в чем скрывается еще сущность, такая, вроде бы, практическая даосская философия. Что на этой базе можно разработать? Айкидо. Вы смотрели аниме Боец Баки? Да, шикарная штука. Особенно в детстве прям очень сильно заходила. Там был как раз старикан, который всех вот там вот швырял, гигантских мужиков, просто вью-вью-вью. Не знаю, насколько это возможно, но не видел, чтобы прям в жизни такое происходило. Хотя я в жизни и не видел там большого... Что же... Аханму-буханму вот этого большого мужика. Так. 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 То, что в древности называли сокровенным мужем, не означало желание скрыться от людских сгоров, взоров и не показывать себя. Замкнуть свои уста и не высказывать суждений прилюдно. Спрятать свои знания и не обнаружить их на людях. Просто слишком уж смутные настали времена. Если бы мудрый встретил свою судьбу и совершил в мире свои великие деяния, он вернулся бы к единому, и следы его сокрылись. Шикарная тема. Осенний разлив. Не знаю, что это в мире воды больше, чем океан. Да-да-да-да-да. Вот здесь, видимо, сравнение Дау с океаном будет. Тоже интересно. Поток, река, океан. Ван Пайчман, да, люблю Ван Пайчман, а, кстати, еще больше мне понравился моб Сайхо от того же самого режиссера. В пути нет ни конца, ни начала, а все живое рождается и умирает, неведомо нам совершенство. Что нынче пусто, завтра будет полным, не даны навеки формы вещам. Опять же, Аристотель, напоминаю форму, у вещей есть формы. Не даны навеки формы вещам, потому что, вот, например, у этого листочка есть форма, вот это, не знаю, вот форма этого листочка. Не даны, не даны формы вещам навеки. Вот, мы изменили форму предмета, только что. Не задержать вереницу лет, не остановить времени бег. Упадок и рассвет, изобилие и скудность. Приходит конец и снова грядет начало. Обожаю, обожаю Джоанзе. Познавший путь непременно постиг порядок природы. Постигший же порядок природы непременно осознает равновесие вещей. Гармония, равновесие вещей, здесь такие слова часто встречаются, ну, может быть, они даже одним иероглифом позначаются. А тот, кто осознает равновесие вещей, ничем не навредит себе. Человек совершенных качеств в огне не сгорит и в воде не утонет, ему холод и жара не страшны, его звери и птицы не погубят. Это не значит, что ему все ни почем. Я говорю о том, что он умеет отличать опасное от безопасного, покоен в счастье и несчастье, осмотрителен в сближении и отдалении. И поэтому ничто в мире не сможет ему навредить. Сказано ведь, небесное внутри, небесное вовне, а жизненная сила пребывает в небесном. Тот, кто знает деяния неба и человека, тот укоренится в небесном и сам себя обретет. Вперед и назад, растягиваясь и сжимаясь, он вернется к основе и оповестит о великом. Но что же такое небесное и что же такое человеческое? У быков и коней по четыре ноги. Это зовется небесным узда на коня и кольца в носу у быка. Это зовется человеческим. Поняли разницу, друзья? То есть четыре ноги, потому что это свойственно этим животным, что у них четыре ноги, это небесное. А то, что узда у коня, то, что мы создали, это человеческое. Поэтому говорится, не губи небесное человеческим, не губи своим умом собственной судьбы, не губи доброе имя своей алчностью. Строго блюди эти заповеди и никогда от них не отступай. И ты, что называется, взвратишься к подлинному. Одинокий кой завидовал сороконожке. Сороконожка завидовала змее. Змея завидовала ветру. Ветер завидовал глазу, а глаз завидовал сердцу. Куй! Сказал сороконожке. Я передвигаюсь, подпрыгивая на одной ноге. И нет ничего проще на свете. Тебе не приходится передвигать... Тебе же приходится передвигать десять тысяч ног. Как ты с ними управляешься? Есть еще три вида удач. Небесная, земная и человеческая. Да. Да, есть. А чему тут удивляться? Ответила сороконожка. Вот, видите, Алиса в стране чудес началась. Еще в более таком мощном виде. Разве не видел ты плюющего человека? Когда он плюет, у него изо рта вытекают разные капли, большие, как жемчуг. Или совсем маленькие, словно капельки тумана. В перемешку падают они на землю, и сосчитать их невозможно. Мною же движет небесная пружина во мне. И как я передвигаюсь, мне самой неведомо. Александр в школе не удалось устроиться работать. Пытался один раз преподавать там философию, но что-то не. И дальше сороконожец сказал о змее, и тут будет то же самое. И все будет сводиться непосредственно к естественному, к небесному. А вот и Гунь Сунь Лунь. Гунь Сунь Лунь известный, в общем-то, мыслитель школы имен, представитель школы имен. С детства я изучал путь древних царей, а в зрелые годы постиг смысл человечности и долга. Я научился объединять подобные и различные, разделять твердость и белизну. Он как раз рассуждал о том, что твердость и белизна различные качества. Превращать утверждение в отрицание, а возможное в невозможное. Я поверг в смущение все сто школ. Напоминаю, что эпоха, в которой существовали непосредственно Конфуции, даосы первые, школа имен, школа иньян, легисты, муисты и так далее. Это называлось эпоха сто школ. Я поверг в смущение все сто школ, превзошел в красноречии всех спорщиков. Я полагал, что никто в целом свете не сравнится со мной в учености. Ныне же я услышал речи Джуанзе, вот как Джуанзе пишет о себе, ну или его ученики пишут о нем. И пребывая в великом изумлении, не могу понять, то ли я уступаю ему в умении рассуждать, то ли знания мои не столь обширные, как у него. Теперь я и рта не смею раскрыть, позвольте спросить, в чем тут дело. Ха-ха-ха, вот надо так себя хвалить. Вот это кайф. Так. Высшее счастье. Если в поднебесном мире высшее счастье, можно ли сполна прожить свою жизнь? Что нужно делать, на что уповать, чего избегать, чем заниматься, к чему стремиться, от чего отказываться, что любить и что ненавидеть? В поднебесной ценят богатство, знатность, долголетие, добрую славу, любят покой, изысканные яства, роскошные одежды, красивые цветы, ласкающие звуки. Ненавидят же бедность и унижение, преждевременную смерть и дурную славу, и страдают, когда нет ни покоя, ни изысканных яств, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Богачи изнуряют тебя тяжкими трудами, накапливают столько сокровищ, что не успевают воспользоваться ими, да и к радостям плоти эти богатства ничего не прибавляют. Знатные мужи днями и ночами пекутся о своей добродетели, но их добродетель и подавно ничего не прибавляет к радостям тела. Человек печалится с самого своего рождения, а прожив долгую жизнь, впадает в помрачнение. Как горько столь долго страдать, не умирая, и все, что делает человек в жизни, так чуждо ему. В поднебесной высоко ставят доблесть, да, герой, ну ладно, здесь долго. Не знаю, является ли на самом деле счастьем то, что люди нынче подсчитают за счастье. Вижу я, что счастье в мире это то, о чем все мечтают, чего все добиваются и без чего все жить не могут. А я и не знаю, счастье ли это, но знаю, но также не знаю, есть ли это несчастье. Так существует ли на свете счастье? Для меня настоящее счастье не деяние, а толпа считает это мучением. Поэтому сказано, высшее счастье, отсутствие счастья. Высшая слава, отсутствие славы. Вообще игра с противоположностями, ну очень замечательная. Высшее счастье, отсутствие счастья, потому что то, что считает толпа за счастье, есть несчастье для благородного мудрого человека. А то, что за счастье считает благородный и мудрый человек, есть несчастье для толпы. Поэтому высшее счастье, отсутствие счастья. Такое вот, знаете, подведение итога. Противоречивое, но при этом... Вот как раз здесь видите, противоречие. Само рассуждение строится на противоречие. То есть слова употребляются в разном значении, и это происходит в рамках одного абзаца. И при этом в рамках этого одного абзаца мы все понимаем. Мы понимаем, как устроена вот-вот структура всего этого вот высказывания большого. Почему высшее счастье равно отсутствие счастья? Потому что уже раньше было объяснено. Вот написано же выше, да? Потому что там, не знаю, обычные люди, гопники, быдло, быдло, гопники и прочее, принимают за счастье все вот эти вот блага мира, все вот хорошее, замечательное, богатство. И все-все-все вот эту красоту, там, не знаю, челочек. А вот тот, кто уже преисполнился непосредственно, идя к реке, он уже, ну... Он постулирует недеяние. И когда он постулирует недеяние... Деяние. Вот такое у него счастье. Но это вот счастье, которое он постулирует, счастье, недеяние, мучение для толпы. Можно даже сказать, что высшее счастье, это мучение. С тем же самым опломбом можно было бы это сказать. Без проблем. И все равно было бы понятно, о чем идет речь. Хотя в мире, в конце концов, нельзя установить, где истина, а где ложь, в недеянии можно определить истина и ложная. Высшее счастье, это сама жизнь. И только недеяние позволяет достичь его. Сама жизнь, то есть, Де... Видимо, опять же, Де... Ну, то есть, соответствовать естественному, непосредственно жить, не отвлекаясь на всякое искусственное, человеческое, жить по пути неба, по пути Дао. Попробую сказать об этом. Попробую рассказать об этом. Небо благодаря недеянию становится чистым. Земля благодаря недеянию становится покойной. Когда недеяние неба пребывает в согласии с недеянием земли, совершаются превращения всех вещей. Неразличимое, смутное, неведомо откуда исходит. Смутное, необозримое, лишенное образа. Все сущее в своем великом изобилии произрастает из недеяния. А поэтому сказано, небо и земля ничего не делают, но не остается ничего не сделанного. Кто же среди людей способен притворить недеяние? О, про жену Джуанзи. Очень интересно, друзья. У Джуанзи умерла жена, и Хуэй Цзи пришел ее оплакивать. Джуанзи сидел на корточках и распевал песню, ударяя в таз. Хуэй Цзи сказал, не оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих детей, это чересчур. Но распевать песню, ударяя в таз, просто никуда не годится. Ты прав, ответил Джуанзи. Когда она умерла, мог ли я поначалу не опечалиться? Скорбя, я стал думать о том, чем она была в начале, когда еще не родилась. И не только не родилась, но еще не была телом. И не только не была телом, но не была даже дыханием. Я понял, что она была рассеяна в пустоте безбрежного хаоса. Напоминаю, рассуждение о дорождении, о том, что было дорождение, присутствует уже у Шопенгауэра. И вот эти рассуждения у нас находятся в древней философии Джуанзи. Хаос превратился, и она стала дыханием. Дыхание превратилось и стало телом. Тело превратилось, и она родилась. Теперь настало новое превращение, и она умерла. Все это сменяло друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над ним, значит не принимать, не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать. Вот. Прекрасно, по-моему, очень прекрасно. Особенно для древней философии, тем более для философии, которая, ну, в принципе, соседствует с античной, но не касается ее вообще никаким образом. То есть это не взаимосвязанное. Хаосу пишет Тимур, пофигу, он может создать все, что угодно. Ну, вот, да. Где, где, где еще что-нибудь интересное? Не, серьезно, это очень много, 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 много всего. Здесь так много всего, что, ну, вот, прям, вот, невероятно много. Постигший сущность жизни не утруждает себя никчемными делами. Постигший сущность судьбы не утруждает себя делами, не неспосланными судьбой. Опять же, здесь аспект естественности, аспект Д, аспект пути. То, что должно произойти, происходит, опять же, плывем по течению. Чтобы поддерживать в теле жизнь, нужно опираться на разные вещи. Но бывает так, что вещи имеются в избытке, а жизнь в теле поддержать невозможно. Чтобы сохранить себе жизнь, нужно прежде не лишать своего тела, не лишаться своего тела. Но бывает так, что тела не лишаются, а жизнь оказывается загубленной. Приход жизни нельзя отвернуть, а ее уход нельзя остановить. Как это прискорбно. Люди в свете полагают, что пропитание тела достаточно для поддержания жизни. А ведь сколько ни питайся, жизнь свою, в конце концов, не сбережешь. Однако же в свете считают, что этого достаточно, и даже не знают, как жить по-другому. Так, давайте полистаем подальше и не забываем еще о последней рыбке. Рыбку прочитать надо важно. Рыбку, я не знаю, где рыбка, почему рыбы нет. Дерево на горе. Поехали. Опять же про дерево. Я в очередной раз про дерево. Однажды Джоан Зе гулял в горах и заметил большое дерево с длинными ветвями и густой листвой. Дровосек остановился возле него, но не стал его рубить. Джоан Зе спросил дровосека, почему он так поступил, и тот ответил, дерево ни на что не годно. Это дерево, сказал Джоан Зе, благодаря тому, что оно бесполезно, сполна проживет отведенный ему небом срок. Классика. Классика даусизма. Беги славы, беги позора. То ты дракон, то змея. Превращайся вместе с временем. Не желай никогда быть кем-нибудь. Будь то верху, то внизу. Согласие, вот твоя мера. Что соединяет, то распадается. Где успех, там крушение. Прямота искривится. Подсчет плодит злословие. Ни одного совершения без упущения. На умного найдется хитрец. На глупца найдется обманщик. Прекрасно. Тоже очень прекрасно. Так, 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 так. Ну мы сейчас до конца, я думаю, долистаем. Отметим все такие выдающиеся моменты. Хотя далеко не все, потому что я сейчас прочитываю это очень поверхностно. Янзы. Вот он, Янзы. Так, а что здесь? Окей. Тян Сыфан. Сыфан. Непонятно, что это. Давайте пропустим. Не будем Тян Зыфана читать. Как знание гуляло на севере? Знание отправилось на север. Поднялось вверх по мрачным водам. Взошло на вершину сокровенного могильника. И там повстречало нареченного недеянием. Господи, вот это вот. Вот это трешак. Вот это я понимаю. Кайф. Так, сейчас. Давайте уже досчитывать. Раздел разное. Если выказывать гнев, а не гневаться, тогда гнев будет исходить от нагнивающегося. Если для вида что-то делать, блюдя недеяния, тогда действие будет совершаться недействующим. Хочешь покоя, стань безмятежным. Хочешь быть проницательным, следуй сердцу. Если хочешь действовать без ошибок, то делай лишь то, чего не можешь не делать. Делай лишь то, что нельзя не делать. Таков путь истинно мудрого. По-моему, ну, очень сильная философия, как всегда. Этика, метафизика, бытие. Вопросы бытия здесь, ну, просто вот тоннами льются на человека. Вопросы бытия, смерти, ничто, определимости, неопределимости. Все это разбирается, разжевывается, не доказывается в прямом смысле. Потому что в Китае тупо не было логики, она им была не нужна с такой вот философией. У них были такие фундаментальные убеждения изначальные, согласно которым, ну, создавать какую-то логическую систему было верхом безумия. Ну, вы видели уже относительно отношения Джуанзы к рассуждениям, к спорам. Вот, а вот оно было негативным и так далее, и так далее, и так далее. Внешние вещи. Так, человек, рыбаков, рыба, я ищу бы про рыбку, ге-рыбка. Вот Хуэши опять появился. Опять же, беседу Хуэши и Джуанзы я рекомендую прочитать, но не сегодня уже. Давайте тогда, не знаю. Джуанзы сказал Хуэши. Конфуцию учил людей шесть десятков лет, а в 60 лет переменился. Непонятно, чего он переменился, но не будем узнавать. Узнаете сами, когда прочитаете. Так. Где рыбка? Я хочу рыбку найти. Разбойник Джи, плевать на разбойника Джи. Радость меча. Ну, в общем, все. А, рыбак. Рыбак, может, оно? Я уже забыл, где. Блин. Блин, 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 блин. Лей Юй Коу. Ладно, все, давайте долистаем, может, найдем что-нибудь. И уже будем, ну, досматривать видосы, получается, и я отправлюсь спать. Знай мужское, оберегай женское, будь ущельем поднебесного мира, знай белое, оберегай черное, будь долиной поднебесного мира. Интересно. Просто интересно. Окей, не нашли. Значит, мы ищем рыбку через поиск. Рыбка. 99. Так. Поехали. Вот известная притча, которая тоже, ну, является такой культовой по Джуанзе. Джуанзе и Хоэши. Джуанзе называется текст Джуанзе. Джуанзе. Джуанзе и Хоэши прогуливались по мосту через реку Хао. Джуанзе сказал, как весело играют рыбки в воде. Вот радость рыб. Ты ведь не рыба, сказал Хоэйзе. Откуда тебе знать, в чем радость рыб? Но ведь я, но ведь ты, не я, ответил Джуанзе. Откуда же ты знаешь, что я не знаю, в чем заключается радость рыб? Я, конечно, не ты, и не могу знать того, что ты знаешь, но и ты не рыба, а потому не можешь знать, в чем радость рыб, возразил Хоэши. Тогда Джуанзе сказал, давай вернемся к началу. Ты спросил меня, откуда ты знаешь радость рыб? Значит, ты уже знал, что я это знаю, а потому спросил. И я это узнал, гуляя у реки Хао. Вот так вот. Тоже известная такая притча. Блин, классный текст. Это про рыбаков или где? Это в чем? Это осенний разлив был, понятно. Я пролистал весенний разлив. Ну что, друзья, я думаю, мы сегодня очень подробно ознакомились с философией Джуанзе. Не знаю, постигли несколько, так или иначе, важных аспектов этой самой философии. Спасибо вам за то, что многие присутствовали со мной и продержались достаточно много. Там сколько мы... Ну, прилично, полтора часа, наверное, это зачитывали. По-моему, круто. Прочитать все это, ну, вы понимаете, целиком с самого начала до конца невозможно. Я выделил те моменты, которые мне в свое время больше всего запомнились. И те, которые имеют определенное значение для понимания даотской философии. Я думаю, я сделаю по этому хайлайт, поэтому, ну, не переживайте, если кто-то там ушел, не дошел. Я думаю, что, собственно, я думаю, мы здесь не deletedacha философии.